Здесь и Девятовский, и Хрюков Николай, но в данный момент не этих мальчиков. Ну давайте, мы походу будем каждого-каждого представлять и не один раз о них говорить. Напомню я, что такое трехминутная разминка. Состав команды шесть человек, и каждому спортсмену положено полминуты, так скажем. И по истечению этих трех минут раздается гонг и приступает уже к контрольному исполнению. Я думаю с вами, уважаемые телезрители, мы будем наблюдать безусловно в основном за первой командой, которая набрала наибольшее количество баллов за составом участниц этой первой команды. Потому что в нее входит, как я уже сказала, Евгений Крылов, Георгий Гребенков, Максим Девятовский, Николай Крюков, Алексей Бондаренко. Это те имена, которые, можно сказать, сегодня заведомо именно среди них будет определяться чемпион по многоборью. К сожалению, вот прям буквально перед стартом сошел соревнование Евгения Подгорная. Это, конечно, замечательный наш гимнаст, который уже имеет огромный международный опыт. И поэтому очень жаль, что мы его сегодня не увидим. Он заслуженный мастер спорта. В общем, это довольно известное имя. И еще, я думаю, может быть, мы изредка, очень бы хотелось поймать нам Голодцовского Антона. Он является чемпионом Европы среди юниоров. Естественно, самый такой явный претендент в Олимпийскую команду России. Лидия Гавриловна. Да. Хорошо. С мужчинами понятно, и сейчас увидим, кто в какой готовности. Да, да, конечно. Кто настоящий лидер? Два слова у девушек, которых сегодня мы будем показывать в... В трех часов. В 2-5-4 начнется трансляция из Олимпийского. Хорошо. В каком состоянии Хоркина, в каком состоянии Зиганшина, в каком состоянии Замолодчикова? Ну, Виктор, сейчас постараюсь как школьник ответить. Очень коротко. Коротко, 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 Хоркина. Замечательно вчера выступала. Это истинный лидер. И прям, ну, я не знаю, самых-самых добрых слов достойно, потому что она взяла свою приволжскую команду, потому что сегодня региональный чемпионат России. И тут борьба была, как говорится, не на жизнь, а на смерть. Буквально до последнего снаряда в девичьих соревнованиях невозможно было сказать, кто станет чемпионом в командном первенстве. Оказалась команда города Санкт-Петербурга. И Света прям со слезой во взоре, как говорится, говорит, ну, это же, представляете, 25 тысячных балла, они всего-навсего проиграли команде Санкт-Петербурга. Но спорт есть спорт. Я абсолютно не хочу умолить достоинства великолепной команды Санкт-Петербурга. И, естественно, поздравить еще раз приволжскую команду, которую возглавляла Света Хоркина. И в этой же команде выступала ее сестра Юля Хоркина, которая, прямо скажем, не подвела команду. Значит, и сразу Света Хоркина в блестящем положении, если можно сказать, на сегодняшнее состояние. Что с Замолодчиковой? Замолодчиковой. У нее была травма. Да, вот у нее была травма, она, как говорится, одним днем не проходит. Есть травма некоторая. Но сила воли, как говорится, заставляет преодолевать и такие болячки. И если она сегодня у нас находится в предварительном зачете на шестом месте, это еще ничего не значит, так как все начнут с нуля. Так что мы с вами будем интересную борьбу наблюдать у женщин впереди. Ну ладно. Ну а сейчас мужчины, Лидия Гавриловна, все слово вам. Да. До полнота власти. Спасибо, Виктор. Мы же из студии Восстанкино обращаемся с вами до окончания этой трансляции. Хорошо, Виктор, до встречи. Удачи вам, Лидия Гавриловна. Спасибо. Значит, любители спортивной гимнастики, мы с вами начинаем показ чемпионата России по спортивной гимнастике. День, когда определяется лучший гимнаст страны. Вот мы сейчас смотрим на огольных упражнениях. На старт вышел Евгений Крылов. Трандат Фляг. Вот это блестяще. Он сделал два сальта, прогнувшись назад и с поворотом в каждом из них. Это сразу супер-гет, то есть элемент, который обощряется самой большой надбавкой. И вот тут же вам совершенно никчемная ошибка, но довольно дорогая. Она уже в районе полубала сразу будет сбавка. С этого гимнаста, конечно, очень достатна, потому что вот это частое явление. Мы видим исполнение, мобилизуются спортсмены, выполнение сложнейшего элемента и тот же фальстарт или ошибка в более легком. Мальчик, то есть, ну так, Женя Крылов, конечно, очень уже опытный гимнаст. Это он мастер спорта международного класса. Выступает он за Уральский административный округ. И тренирует его Коротков Андрей Владимирович. Вот он уже и завершается. И прекрасно завершается. Сложнейшей, опять же скажу, акробатической связкой. Ну, мы с вами были свидетелями. Он выполнил в последней линии два сальта, прогнувшись. Это вообще так, изначально группа С, но так как это было в конце, ой, простите, это группа Д, но так как это было в конце выполнено, определенно будет надбавка. Вообще, конечно, предъявляется очень много требований к гимнастам, так же, как и к гимнасткам. Им надо выполнять не менее чем по пять специальных требований на каждом снаряде. Закончить свои упражнения сложным либо со скоком, либо вот такой сложной, довольно акробатической связкой. Это все ставит спортсмена в трудные рамки. Вот на полу, так бы сказать, элемент, характерный для снаряда конь-махи. Но гимнасты легко и непринужденно владеют этим элементом на ковре, как говорится. И вот он довольно изящно показал нам круги с двумя вольных упражнениями. Вот рандат фляг, сальто с породом или твист вперед. Ну, такая, это уже, конечно, несложная, прямо скажем, связка. И вот здесь он показывает, казалось бы, такое статическое остановили на этой. Но из одной показали нам, как он, правильное положение рук, положение тела. Это гимнаст, когда начинает готовиться, то есть тренироваться, то он проходит хорошую хореографическую школу, школу тренерскую, в общем, хочет правильно, к правильному положению рук, ног, тела, головы. Это все очень важно в нашем виде спорта. Ну, еще, коль так долго не выставляется оценка, я объясню. Значит, обслуживает соревнование шесть судей, и каждый оценивает, вернее, следит за ошибками. Но есть еще и эксперт, который определяет трудность упражнения. Сегодня всех гимнастов начинают судить с девяти баллов, потом идет надбавка за особо сложные элементы, как это было Евгения Крылова. Я вам говорила, он выполнил очень две осложных элементы, но, к сожалению, была ошибка. Я успела увидеть его оценку, девять баллов. Так что, кто с карандашом в руках, можете записать. Евгений Крылов получил девять баллов. А вот теперь выходит Георгий Гребеньков. Так, твист, два с половиной и сальто вперед. Это акробатика в переднем вращении, как говорится. Это специальные требования, и он справился с этими элементами достаточно хорошо. И вот еще раз переднее направление акробатических элементов. Но завершил он даже двойный сальто вперед. Вот здесь вот он заработал поощрение, безусловно, в районе трех, а может быть и более десятых. Ну, уже я вас знакомила. Вот уже чуть хуже, чуть хуже. Неоттянутые ноги, носки, и как бы касались колени, расслабленные в коленях ноги были. Они даже касались чуть-чуть ковра. Это, конечно, всю судьбу и будет замечено. Гимнастические элементы. Надо наряду с акробатическими элементами обязательно выполнить и гимнастические элементы, к которым относятся вот эти круги. Рандат, фляг, пируэт, задняя. И вот уже Георгий Гребеньков закончил свою программу на вольных упражнениях. Пока я о нем расскажу. Он мастер спорта международного класса. Я вам сказала, что он не новичок, потому он и забрался среди лучших. Он представляет северо-западный регион, призер чемпионата России. В данный момент тренируется, поступал за команду Санкт-Петербурга. И тренирует его Петров Сергей Валентинович. Вот видите, как красивы эти все вращения. Вообще, какое великое качество. Или вот в чем вообще преимущество, или стихи самого вида спорта, гимнастики. Что любой молодой человек может вот так легко владеть своим телом. И, как говорится, куда хочешь его закинуть, как хочешь его развернуть, повернуть. Вот это, конечно, достается, правда, большим трудом. Но наблюдать приятно. Мы с вами будем в основном, я вам говорила, наблюдать за теми гимнастами, которые в отборочный день заняли первые места. На первом месте был Бондаренко. Но на втором Крюков Николай, подгорный Евгений, который, к сожалению, сошел по болезни. У него поднялась неожиданно высокая температура. А вот Максим Девятовский, тоже очень перспективный гимнаст. Сейчас я врандат фляк. Ага, и двойной влан с винтом. Это уже группа Е. Как мы с вами договорились, будет она, конечно, поощрена. Переворос вперед, топовой вперед, двойной сальто вперед. Вот он очень аккуратно это все выполняет и довольно артистично. Сейчас он перешел к выполнению гимнастической части. И вот уже рандат таким красивым боковым сальто прогнувшись. Это просто, как, я бы сказала, украшение программы. Или заполнить такую короткую линию на ковре. Рандат топовое и пируэт заднее. Ну что же, я вам скажу, что он очень приятные впечатления оставил на вольных упражнениях. И будем с вами ждать оценку. А пока я продолжу ту мысль, что сегодня соревнования проводятся по правилам чемпионата России. Они в некоторой степени отличаются от международных правил. Если там базовая оценка является 8,8, то сегодня мы судим с 9 баллов начинаем. Но невероятная трудность предъявляется Аркаевым к этим гимнастам. В чем она выражается? В том, что никакие связки или соединения, состоящие из ряда элементов, они поощряются в международных правилах. Сегодня нет. Только одиночные, сложнейшие элементы. Элементы, начиная с группы Е, Супер Е, вот такие элементы поощряются. А в чем логика, Лидь Гавриловна? Логика, попробуй объяснить, Денис, в чем логика. Мы хотим все время быть впереди мировой гимнастики. И надо опережать даже и правила гимнастические, тот регламент международный. Потому что можно собрать, как мы уже с тобой не один раз рассказывали, довольно средние элементы по трудности. Но когда их связуют в прямом соединении, то они дают определенные надбавки. Аркаев же ставит перед гимнастами задачу сделать очень сложный элемент. Вот как, например, мы в первом парне видели, Евгений Крылов, он выполнил больное упражнение двойное. Сальто прогнувшись, еще в каждом он повернулся. Вы знаете, это сразу элемент группы Супер Е. Он, конечно, за это получил три десятых, вот за один этот элемент. Вот боремся мы вместе с болельщиками, с гимнастами, с тренерами за то, чтобы овладевали спортсмены сложнейшими элементами. А потом в перспективе, безусловно, он поставит перед ними же задачу соединить их со следующими. И вот в этом, очевидно, будет потом сказываться преимущество определенное. Сейчас у нас Николай Крюков, ой, да, Николай Крюков, по-моему, или нет, простите, я немножко увлеклась. Нет, это Светлана Нигмадзянов. Да, который вышел вместо Евгения Павкорного. Нет, он вчера довольно неплохо выглядел. Я уже говорила, Денис, что, конечно, старт здесь тоже на вес золота, потому что все ближе и ближе. Главный старт в спортивной жизни любого спортсмена. А в этом году мы уже во вступлении с Виктором Навытовым тоже вам напомнили, что здесь определяться будет сборная команда, которая выступит на последнем чемпионате мира по спортивной гимнастике, на котором будут определены 12 сильнейших команд с правом допуска на Олимпийские игры. Конечно, это очень трудные будут соревнования. Борьба будет невероятная. Какие-то есть у нас плюсы, но какие-то есть и минусы, поэтому мы с тобой наблюдали, Денис, вот последний и вместе с нашими зрителями все последние старты. И мы видели некоторые недочеты, конечно, все за этот короткий период надо как-то успеть или их прикрыть. А вот как раз Николай, мы еще пока не видим, он, я вижу, готовится на бой на упражнение. Наш замечательный спортсмен Николай Крюков, вот это выполнил он трое заднее. Ну, как вы заметили, не очень четкое приземление в районе двух десятых, ошибочка. Сейчас он переднюю акробатику, сальто вперед и винт вперед. Все время после приземления, после акробатического элемента у него потери равновесия. Может быть, он страхует свою ту ножку, которую когда-то прооперировал, потому что это, конечно, уникальный спортсмен. Абсолютный чемпион мира, после этого получил серьезную травму, прооперировался, восстановился, выступал на Олимпийских играх, выступает на всех стартах, которые мы с вами, дорогие болельщики, и поклонники спортивной гимнастики, наблюдаем. И он всегда как-то это все очень достойно, аккуратно, с уважением и к зрителю, и к тренеру, и к самому себе проводит все выступления. Вот это же, когда двойное сальто назад прогнувшись с двойным винтом, он вроде даже, кажется, абсолютно не сложным. А ведь это буквально какие-то некоторые годы назад чуть ли не был элементом таком... Да, все-таки линцой, Коля, его сделал. Он так небрежно, так, ну, кинул свой организм вверх, но еще повинулся на 720 градусов. Видите, приземление у него страдает. И еще попробую объяснить, почему страдает. Тренируется спортсмен, как вы знаете, на нашей уже совершенно закоренелой базе Круглого озера, и там поролоновые ямы, там поролон везде и всюду. Ну, в жизни, конечно, щадят спортсмены, сколько можно сделать приземление на жесткую опору. Может быть, чуть поздно выходят они из этих мягких ям, а здесь-то надо контрольно выступать. И ножки подводят. Вот видите, здесь, вот здесь ошибочка, вот нам повторяют. В общем, хорошо разбирать, когда нам замедлены съемки, все эти сложные элементы повторяют. Ну, и об этом я вам говорила, что одно из специальных требований на вольном гимнастическое упражнение. Трандат фляг, раз винт, два винта. А, два с половиной, вот здесь, два с половиной винта, и на той половинке он не приобрел, а больше потерял. Вот какая досада. Ну, и говорю вам еще раз, что его оценка 8,7, конечно, за такую оценку так напрягаться, казалось бы, вроде не стоит, потому что это Крюков, заслуженный мастер. Ну, давайте поваляем Алексей Бондаренко. Как я всегда говорю, может сделать все, и тот же у себя отнести так же смело. Рандат фляг. А, два с двумя, только в группировке. Немножко такая раскрытая была группировка. И небольшая потеря, но это элемент уже супер-Еф. Это передняя акробатика, виртуозно выполнена. Даже говорить быстро на такой скорости не успеешь. Ну, конечно, он по классу очень хорош. Вот этот весь фейерверк кругов и вращение стойки, это сразу он здесь набрал минус 4 десятых поощрения. Но особо эффектно, я хочу сказать, это Алексей Нема пополняет. И никак они не могут, мальчишки, перенять его хитрость. Вот он крутит, крутит этот невероятный шторм, буря, как говорится, и мертвая остановка. Прямо даже замирает на миг, как это эффектно просматривается. Ну, что такое, Леша, нельзя на таких ошибочках приобретать элементы. Это все украшение. И пополнение каких-то специальных требований. Чтобы было все-таки упражнение каким-то целостным, комбинационным. И, правда, отфляг. Вот первое заднее. Вот сегодня мы вообще, когда мы с вами наблюдали предыдущие дни, то, как правило, гимнасты заканчивают более простыми агропластическими сальто. Там двойное согнувшись, двойное прогнувшись, то есть двойное просто в группировке. А сегодня обязательно надо выполнять наиболее сложное. Вот мы видим с вами Алексея Немова. Я уже в предварительной части успела вам сказать, что единственное, первое, что мне очень понравилось, он очень старался, выступал. Но, к сожалению, еще времени не хватает, когда он так сталкивался на серьезную тренировку, такую каждодневную, нутную, напряженную. Но желание у него огромное. Ну, года-то ему хватает. Как если вспоминать... Года? ...предыдущие репетиции... ...сторию того, как вообще шла подготовка к Олимпиаде в Сиднее, то там тоже за год до Олимпиады Аркаев говорил, что, возможно, время Немова прошло, и, возможно, его место в сборной уже должно быть отдано кому-то еще. Чем счет кончилось, мы прекрасно знаем. Да. Никому он не отдал и не собирается отдавать. И сейчас то же самое, Алексей Денис, извини. А еще было бы кому отдавать. Вот это было бы совсем замечательно. Справедливое замечание, потому что, когда я обратила внимание на то, вот, как шла борьба в командных соревнованиях, то, к сожалению, те гимнасты, на которых мы возлагаем надежды, те же Голодцузского, Девятовский, Васильевых, два из Чебоксар. Да, давайте вот, конечно, хочется... Как раз упомянутый вами Голодцузский. Да, да. Голодцузков, Антон Голодцузков, чемпион Европы юниоров. Вот он выполняет упражнения на коне. На коне упражнения коварные. Снаряд вообще сам по себе очень неласковый, потому что он так же скидывает, как девчонок с премна. Его надо было сдать мастерством высоким. Вот эти скрещения, которые всегда сбивают темп, они как бы мешают парню разогнаться на этом коне. Ну и давай-давай-давай-давай. Стойка, поворот и сосков. Вот здесь вот он набрал некоторые такие мелкие ошибки были. И вот в результате оценка-то весьма-весьма скромная, не мастерская, а просто даже скромная, 8,4. Я мысль-то проводила, он же чемпион Европы. Кто, как не он, должен пройти вперед. Вперед, чтобы все-таки помочь тому же Алексею Нему, тому же Николаю Крюкову, Алексею Бондаренко. Вот эти Голосуцковы должны сегодня, почему-то они никак так смело не внедряются в первые номера сборной команды России. И, извините, Денис тоже хотел многое рассказать. А в Чебоксаре мы с тобой не один раз подхваливали. Там очень внимательные отношения, начиная с руководства этой страны, и там и президента. И блестящий набор молодых тренеров-фанатов, которые вообще с ними с утра до ночи, и заменяют им и папу, и няньку, и школьного учителя, и тренера. И вот чего-то никак немножко не добирают. Наверное, имеет смысл о командных соревнованиях, Денис, а то люди же не все были. На самом деле, конечно, командные соревнования на чемпионате России есть некоторая условность, но, тем не менее, сибиряки выиграли турнир за сибирский округ, будучи официально во сибирной ночи, номинально, скажем так, жителем Новосибирска, выступает тот же самый Евгений Подгор. Ну, это и не турнир. Нет, и туда входит довольно большой же все-таки этот регион. В результате, вот сибиряки выиграли, команда Москвы заняла второе место. Третье, Приволжский округ. Люди говорят, а вот, скажем так, вот сейчас вот этот самый командный турнир, это лишь не более чем тренировка, собственно, вот этой вот командной борьбы. Вов, понятно, что снаряд-то те же самые, и композитные системы, у меня вот такой вопрос. А вот, если вспоминать времена, так, 20-30 лет и давности, и говорить, и вспоминать о спартакиадах народов СССР, вот там эта борьба по регионам, она была настоящей, что называется, упорной, или тоже вот такой, ну, отчасти тренировочной? Денис, вот я как раз хотела опередить, я чувствую, что ты хочешь как-то немножко негативно отнестись к командному соревнованию. Командное соревнование очень интересно. Если бы ты, мы с вами вот еще и вели репортаж с этих командных соревнований, вчера Хоркина Светлана была в слезах, когда они до последнего снаряда вели на первом месте в Приволжский регион, да, и 25-тысячных доли бала у них в Санкт-Петербург прям так слезал на последнем снаряде, и вообще гимнастика вырастала на командных соревнованиях. Как только снимутся международные практики, в нашей практике командные соревнования, вид спорта постепенно уйдет, потому что единички растут тоже на командных соревнованиях. Ну вот ведь эти единички в последнее время и поднимают голову. Все больше и больше специалистов одного-двух снарядов, которые превосходно себя ощущают на этих снарядах, и им эти все командные номинации, всем этим Мариусом Уржиком, и с инвестором в Солоне, они, все это ни к чему им это, наверное. Да, ты провел меня сейчас. Действительно, вот это последнее разрешение регламенту международного выступать не в многоборье, а на отдельных видах, конечно, сейчас порождает некоторую вот эту вот чистую одиночность, или вообще даже немногоборность. Я с этим не очень хочу согласиться, но поправить международный регламент я не вправе и не буду. Да и не стоит. Ну вот, если вот ты сейчас Уртыку вспомнил, и можно там... Да, прошу видеть. Мягкой посадки вам на коня. Мягкая посадка ни в чемная и ненужная. Боже мой господин Грибеньков. Да, коварный снаряд, это мы уже все поняли, он действительно коварный. Надо уметь на нем работать. И как-то длиться, когда особенно переживаешь за гимнастом в этом виде многоборье, как-то, мне кажется, длиться по времени долго, потому что надо намотать эти круди на теле коня, на конце, на ручках, переходить с ручек на тело, сделать скрещение, повороты всевозможные. Но никакой элегантность. Вот эти носки неоттянутые, тяжесть какая-то, грязь. Это называется гимнастическая грязь. И вот с такой работой, мне извините, представлять сборную команду России, кажется, это просто неуважение команде. И вообще к лицу российской гимнастики. А вот посмотрим на итоговую сумму Егора, и вряд ли мы с вами удивимся, если она окажется... Он окажется впереди. Ну, не то, может быть, не выиграет, но где-то в тройке, в пятерке, там, да. Ну, где-то в первой шестерке, это уже неплохой результат. А шестерка, это и есть, собственно, сборная. Вот это и есть классные места, да. И еще уже, если заключить, вот, конечно, хотелось бы, что она была вообще собрана из изысканных гимнастов, как являются там Бондаренко, Немов, Крюков. Вот такие вот они, конечно, это лицо страны. Ну, вот Максим Девятовский, сибирский округ, за него тут Ленинск-Кузнецк. Это же богатейшая школа гимнастики. Здесь присутствует Сумермана Александровна, директор, который вчера хвалился на фотографию. У них просто манеж. А, действительно, лёхоатлетический манеж, на котором размещены не беговые дорожки, а поставлены два вот таких соревновательных настилы, или как там, комплекты. Вот абсолютно то же, для женщин и для мужчин. Царство, гимнастическое царство. Он так гордится этим. И Девятовского болел вчера, ну, без сознания. Вот он элегантный, очень элегантный, лёгкий, но ещё юный гимнаст. Поэтому вот как жалко я его похвалила рану, наверное. Ну, вот в чём и проблема наших ребят, что они не могут от начала до конца, к сожалению, довести. А как Вы полагаете, вообще говоря, наш максимализм связан с тем, что вот Вы там придумываете всё, что угодно, а мы всё равно будем все командными гимнастами и многоборцами. Вот в сердцах юных не предупреждает желание умирать на тренировках. Вот мы, вот, собственно, вот этим мальчикам мы и показываем кубки, этапы Кубка Мира на НТВ+, где они видят, что Сильвестр к Солоне, не подходя к пяти остальным снарядам на кольцах, замечает на себя чё. То же самое Урцика, конь, и ещё ряд примеров подобного толка. Я просто пытаюсь представить себе некий стимул молодому человеку доказать, что вот нужно быть многоборцами. Согласенец, шанс повторить путь Алексея Немова очень невелик. Ох, как невелик. Как любого абсолютно, как любого чемпиона шанс у каждого невелик. Но если вообще так вот уже расслабиться, как говорится, то тогда и никогда никто ничего не повторит, и ни отдельного чемпиона. Любой этот чемпион, названный на отдельном виде сегодняшнем, да, он начинал с многоборья. Это мастерство, это профессионализм. И он отдельно взятый снаряд, если будет только тренировать, он никогда не станет чемпионом. Ему всё равно надо было бы в начальных школьных соревнованиях, городских, разного масштаба, да, он шёл по многоборью. И те имена, которые ты сейчас называешь и на коне, и на брусьях, ну, просто, конечно, это уже довели до такого высоченного изящества, исполнения, что, конечно, они после вот этой базовой замечательной подготовки по многобору перешли на тренировку в отдельных видах. Мальчишки, девчонки обязательно должны любить всю гимнастику в целом. И то только тогда можно рассчитывать на какой-то успех в отдельном виде. Тем временем оценка Двятовского за упражнение на коньмахе 8 и 7 всего-то, как вы понимаете. Ну, он упал же. Да, к его падениям, ну что поделать. И это Руслан Нигмазянов. Ну, Руслан Нигмазянов нечаянно влетел в эту группу, потому что он заменил Евгения Подгорного, ушедшего по температуре. Но, кстати, вот он нечаянно, а как старается, вроде он даже ещё и не зацепился, по большому счёту. А Нигмазянов где-то находился в 26-х номерах вроде. А вот он был в 25-м, да. И в первую команду-то он вошёл как запас. Он вообще сегодня не должен был выступать. Ну что ж, молодец он. Молодец, что не упал. Да. Молодец, что исполнил достойную программу. Достойно, а сильно не исполнил всё равно. Но молодец, что он не дрейфит. Вот среди Бондарьянка, Крюкова находится. И перед ним два гимнаста, которые вроде как вчера были впереди, сегодня бы имели такие большие ошибки. А он вот так вот напрягаясь, вот нам его ещё раз показывает, всё-таки продержал всю программу от начала до конца. А Нигмазянов у нас есть команда? Нигмазянов Руслан. Он у нас из Приволжского региона. Город у него, то есть Чистополь в Татарстане. А тренирует его Белуженков Игорь Николаевич. Очень приятно, что у нас, вот для меня, в всяком случае, я довольно знаю хорошо и тренерский состав. Для меня это относительно новые имена. Я всегда радуюсь, когда новые тренеры появляются, значит, будут новые спортсмены. И Татарстан, в общем, он у нас имеет определённые гимнастические традиции. И не случайно, что оттуда вот этот хороший гимнаст Руслан Нигмазянов. Ну что же, а тем временем вы видите на общем плане, а теперь и на крупном, лучшего коневика в стране, безусловно, Николая Крюкова. Правильное добавление в стране. Потому что мы с тобой присутствовали из Штутгарта, показывали кубок гимнастики. Финал Кубка мира, да. Кубка мира. И он там, Коля, сделал всё, ну, в общем, как он может. Казалось бы, всё блестяще. Но, к сожалению, вот такого уровня хватило только на шестое место. Посмотрим, что сегодня Коля покажет. Вот уже сразу скорость, ритм такой. И школа, школа, под школу я подразумеваю, оттянутые носки, колени. Вот эти кухни на одной ручке, перешёл на другую ручку. И если он ещё будет на теле, коня в конкурсе. Ну, сейчас посмотрим, вот Крещение. Не терять амплитуды движения. Вот, поворот был изящно выполнен. Ну, конечно, он мастер, правильно сказано. Но он всё-таки, и Денис добавил, что лучший конемик в нашей стране. Без вопросов. Уже пора закончить прям так, он всё, по-моему, ой, как блестяще. Да, вот это было, это было сильно. А главное, это надбавка. Да, это правильно, и надбавка немалая, потому что, ну, мне думается, он сейчас даже сделал лучше, чем тогда, когда мы за него болели вот в финале на Кубке мира. Ну, так и напряжение борьбы тамошней и сравнимо без напряжения борьбы здешней? Конечно, конечно. Здесь он просто сейчас решил вот так, преподнестись всё, что он может. И преподнёс, прямо скажем, на высоком уровне. Вы знаете, как он спиной назад, а, в общем-то, ведь проходит по всему уже коню. Он начал с края, и вот оказался между ручек. И как это делать? Когда? Мы даже с вами не всегда замечаем. 9,65. Я думаю, выше сегодня оценки мы не увидим. Совершенно приятная оценка и справедливая, так что... Ну, разве что остаётся ещё один участник этой группы, выступивший на коне. Алексей Бондаренко, вот он, готовится к выступлению. Номер один, как символично. Да. И пока он первым в квалификации закончил многоборье. Ну, дай-то Бог. Да-да, но падал, Денис. Уже давно и абсолютно точно констатировано, что единственным соперником Алексея Бондаренко является Алексей Бондаренко. Да. То есть, иных препятствий к достижению немыслимых вершин просто не существует. И причём уже сколько лет не существует. Ну, 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 я молчала, потому что, честно вам, искренне скажу, я, конечно, за него болею. Во-первых, он москвич, динамовец, блестящий тренер у него, Алкос. Ну, что у него с нервной системой? И ведь начал-то лихо, вроде всё хорошо, и вот так же легко и мимо. Вот он начинает борьбу, можно сказать, с падения уже. Прошёл вольную проблему. Да, вольную проблему. На вольных вроде не такая средняя оценка, 9-3, но всё-таки это же оценка. А здесь, наконец, он имел, конечно, возможность посоревноваться с Колей Крюклым, но, как говорится, кишка тонка. И всё, теперь он уже вздохнул, ему и море по колено, и он, видите, как лихо, без всяких тормозов, завершает свою программу. Но поезд ушёл. Правда, ещё раз повторяю, у мужчин 6 снарядов, и неожиданностей ещё может быть немало, и, в конце концов, он подберётся всё равно к лидерской тройке. Ну, в общем-то, было бы странно с этим спортом. Если бы этого не было, да? Мы, по моим подсчётам, мы ведём прямую трансляцию из Олимпийского с чемпионатой Кубка России в 12-й раз. Не было случая, чтобы Алексей Бондаренко не выступил на этих соревнованиях. Оберегает Господь его от каких-то, вот, что называется, катастрофических травм. Тьфу-тьфу-тьфу. Стучу по дереву. И не было, увы, случая, чтобы он, ну всё, прошёл идеально. Вот не было такого. Он побеждал в чемпионатах и Кубках, становясь победителем в многоборном зачёте. Но побеждал не безошибочно. Возможно, и сегодня выиграет. Да, а вот я вспоминаю, действительно, хорошо, ты напомнишь, 12-й раз мы уже показываем гимнастику нашего замечательного Олимпийского дворца. И именно те первые разы, я как-то беседовала с Титовым, Юрием, это наш заслуженный мастер спорта, но о нём можно много говорить, президент Международной Федерации. Собственно, и сегодня в зале. Да, да. И он просто с восторгом говорит, Лида, запомню, что это будет гимнаст номер один в мире. И, в общем-то, действительно у него все данные, все предпосылки есть. Но, к сожалению, вот сейчас уже подытожил Денис его все выступления, они всегда без срывов не бывали. Сейчас у нас Георгий Гребеньков, или, простите... Евгений Крылов завершил без... Без завала, без завала, не более того, да, да. Без таких вот обрушений со снаряда своего выступления. Вот как раз показывает, в России, Денис Юрий Ланч-Титов и замечательнейший тренер Виктор Николаевич Гавриченков, тот, который сегодня тренирует Зиганшину, а ранее его ученица Лена Шушунова. Ну, такая чемпионка из чемпионок, что вообще больше сказать нельзя. Очень грамотный тренер. И мы видели, Зиганшина получила травму, что, говорите, на Кутке мира. Но, вроде как, слава Богу, все это прошло. И она сегодня выступает на этих соревнованиях. И пока в предварительных была третьей после Хоркиной Павловой. Сейчас мы еще посмотрим, пока пауза. И нам обещают показать Антона Галатутского. А вот это Коля Крюков. Видите, как он сейчас на настроении поднялось? Потому что великолепное исполнение, конечно, очень тонизирует спортсмена. Как говорится, не зря он напрягался, трудился. Вот Антон Галатутсков. Чемпион Европы, на которого еще раз, еще раз надеется Россия. Это тренер, его подсаживал Абрамов Леонид Юрьевич на кольцах. На кольцах требуется тоже очень многое показать силовую часть, что он сейчас нам и показывает вот эти переходы из горизонтального равновесия в крест. Сейчас уже, наверное, будет маховая. Так, вот видите, как махом вперед он себя остановил в горизонтальном заднем равновесии. Все это очень-очень сложно, товарищи. Вот стойка на кистях должна быть абсолютно прямой. Но пока он справляется со своей задачей. Вот большой оборот был и вторым большим он себя удержал в стойке на кистях. И соскок с хируэтом. Вот это Антон Галатутсков, прямо скажем, просто молодец. И оценка, как мы видим с вами, 9,5. Это определенная заявка на то, что он может в многоборе все-таки занять одно из классных мест. Галатутсков у нас уже мастер спорта международного класса. И победитель веренства Европы. И вообще парень с большими-большими данными. И перспективный молодой человек. Поэтому мы сейчас с вами, по возможности, будем следить за этим мальчиком, который, я думаю, имеет огромные предпосылки быть в сборной команде на чемпионате мира и на Олимпийских играх. Сейчас у нас разминка, как я вам уже говорила, трехминутная. И ведущая команда... Да. Ага. И вот сейчас, пока у нас пауза, я вижу, Денис беседует с Юрием Лампичем. Будьте добры. Итак, первый гость сегодняшнего эфира Юрий Лампич Титов. Представлять особо, не нужно, скажем коротко, абсолютно чемпион мира. 20 лет возглавил Международную федерацию гимнастики. Мы, Юрий Лампич, часто сетуем на то, что наше представительство в властных гимнастических структурах убыло, как-то в сравнении с теми временами, когда вы руководили этой организацией. А это вообще принципиально важно в наше время? Вот иметь этих самых представителей или нет? Вот без этого никак или все-таки можно выигрывать и без? Нет, можно, конечно, выигрывать и без, я думаю, что... Но это нечестно, это отношение к нашей стране, к достижениям наших гимнастов, к нашему большому тренерскому коллективу, который нелюбительский. Мы, в отличие от многих стран в свое время, по советской, так сказать, власти, мы подготовили тренера высшей капитрии с приличным образованием. Когда я был начальником управления, у меня было под контролем 5500 дипломированных тренеров. У нас было в детской спортивной школе более миллиона занимающихся. У нас была селекция. Конечно, нужна была система, система отбора, система подготовки более квалифицированных гимнастов, но и была система, так сказать, защиты своих прав на международной арене. У нас это в свое время, когда я принимал эстафету от вице-президента Попова Николая Кирилловича, значит, у нас была поговорка, что мы должны быть на две головы выше, потому что субъективно нам одно обязательно отобьют. И поэтому, действительно, наша методика была такая, что мы планировали, под конец уже, так сказать, мы планировали на 8 лет вперед модель будущего чемпиона и уже начинали с 12 лет готовить в обход лидера. Не в хвост, так сказать, повторяя лидера, в обход освобождают больше времени для учебного процесса. Короче, вот таким образом можем достичь, но в международных регламентах очень много субъективных таких статей и в правилах особенно, которые возникают, потому что эти правила делаются представителями сильнейших стран. Это очень не одни, и всегда они как бы свое протаскивают туда. Моя попытка, когда я был президентом, создать специальное конституционное такое собрание по выработке устава правил всех, где бы ученые были, где было бы более широкое представительство, они не ввечались успехом, потому что делегаты тоже были заинтересованы сохранить возможность, так сказать, немножечко, так сказать, мутной воде ловить рыбку, не конкурировать, а именно мутной воде. А вот, знаете, вот насчет, как бы, моделирования чемпиона на 8 лет вперед через цикл, скажите, а вот был, что называется, случай с стопроцентной реализацией такой программы? Конечно, нет. Для того, чтобы вообще, в принципе, для того, чтобы стабильно, значит, выигрывать на будущих соревнованиях, надо представлять, какая трудность упражнения и какая борьба там развернется. Мы, конечно, сначала наделали много ошибок, когда я пришел, то у нас в мужской гимнастике, когда пришел на руководство в спорткомитете СССР, мы были, имели ноль медалей. Ну, и слава богу, уходя, так сказать, я оставил хорошую, я считаю, не я, конечно, команда наша, большой групп тренеров, мы оставили хорошее наследство, но мы делали ошибки, мы брали то, что есть и как бы пытались улучшить. Смотрим, за 4 года олимпийского цикла не получается, потому что, что такое олимпийский цикл? Полтора года учебных, и потом дальше стабилизация уже необходима, значит, уже нельзя ничего нового учить. Для того, чтобы у нас такой вид спорта, чтобы сделать стабильное упражнение, ученые нам посчитали, нужно 800 или 1000 повторов. Ну, особо талантливых, как Шахрина Андрианова, они могут так щелкнуть и сделать. Но это один-два человека попадаются такие. А остальные средний уровень высоких гимнастов сборной команды, это нужно повторять до тысячи раз. Это надо уметь выносливость, чтобы это много делать, и надо иметь время. А если ты подойдешь к своим соревнованиям и не стабилизируешь программы, будешь авантюрно пытаться там сделать лучше, чем ты сделал на тренировке, это, конечно, будет 50-50. Поэтому учебного одного олимпийского цикла не хватает для подготовки хороших резервов. Поэтому мы опустились, как мы говорили, на три этажа ниже, на три. Мы начали контролировать детей и работать с их тренерами, вместе с ними, не вместо тренеров, а именно вместе с тренерами, как консультанты, а не как замещающие родных тренеров. Мы начали работать у ребят практически за два с половиной цикла. А у девочек хватает полутора циклов олимпийских, ну, дай Бог, два. Поэтому, ну, первый вопрос, который вы задали, можно ли без представителей, я скажу, можно, но лучше с ними. А для этого нужно подготавливать этих персон. Нельзя... И последнее, извините, Юрий Вилампевич, уже возобновились соревнования. Вот в нынешних реалиях, да, которые слегка отличаются от прежних, вся та система, она в принципе может работать или нужно воздвигать нечто совершенно новое? Вы знаете, какие две отличительные реалии я вижу в сегодняшнее время по отношению к прошлому? Это, конечно, некоторое изменение финансового потока, но, если мы вспомним военные годы, или послевоенные, предвоенные, когда гимнастика была на высоком уровне, то там были хуже финансовые условия. Самое страшное, это нравственный дефицит сегодняшнего времени. С надеждой на все-таки... Я тоже оптимист, я тоже надеюсь. Я думаю, что наши ребята и девушки сейчас как-то стабилизируются. Надо разобраться в голове, как говорят, вся разруха с головы начинается, надо в голове разобраться многим и с одним швастневым, и к тренерам, и к руководителям. Спасибо, Юрий Владимирович. Юрий Титов был гостем нашего эфира. Мы продолжаем нашу прямую трансляцию. Спасибо, Юрий Владимирович. Всю историю всколыхнул в своем интервью, очень приятно было послушать. Ну, за это время выступил, конечно, наш замечательный Максим Девятовский, на котором, возлагаем надежды, получил на кольцах, это довольно сложный для гимнаста снаряд 9,3-х, это прямо-таки прибавило ему эмоций, и таких положительных именно эмоций, и, я думаю, он напряжется и будет дальше продолжать борьбу хорошую. Я вам уже говорила, что на кольцах предъявляется гимнасту очень сложные требования, потому что, несмотря на нежнезящество, внешнезящество, во всяком случае, Голосуцкого, он удовлетворил, как говорится, требования правил всех, и показал и силовую часть, и маховую часть, и все это было выполнено очень элегантно. И я как-то сегодня уже столько раз вспоминаю Девятовского, и ни разу не напомнила его тренерский состав, потому что, конечно, им в первую очередь надо говорить спасибо, это заслуженный тренер, уже с большим именем, с большим стажем, это Столяров Геннадий Киферович, и здесь же рядом с ним, со своим сыном, там отец Девятовский, Игорь Александрович. Ну, и когда я говорила, что это Сумерман Александр, который с восторгом говорит о своей Ленинск-Кузнецкой школе, и он же здесь, так что у них большой такой отряд, либо я сказала, как сегодня, группа тренеров, учителей, наставников решает вот эти большие задачи. Николай Крюков на кольцах. Вот это очень сложный самолет, прям гомбально самолетом называется, даже по-другому не называется. Это все силовая часть. Большим махом стойка, большим махом еще раз стойку. Немножко раскачался. Кстати, вот гимнаст должен чувствовать так снаряд, чтобы когда-то сделать следующее движение, чтобы погасить раскачивание, и себя в то же время вот удержать, но все-таки он все время в некотором качании работает. О, тройной сальто назад. Как бы немного забытое уже вот этот вот сложнейший соскоп, тройной сальто. Мало я вижу его, к сожалению, в последнее время. Риск невероятный. Вот здесь вот, вроде мы сейчас успели увидеть с вами в исполнении нашего заслуженного мастера спорта Николая Крюкова. Ну, Николай Крюков, мы знаем, что его учитель, наставник, Генкин Александр, он сейчас работает преимущественно во Франции, но школу, конечно, заложил совершенно великолепную, и тоже отношения у них очень дружеские такие, не взирая на то, что Николай уже перерос из того мальчика довольно взрослого молодого человека. Но еще раз я хочу повторить, что он до такой степени тактичен, хорошо воспитан сам Николай, что сохраняются вот эти добрые отношения ученика с учителем. Это довольно редкое, но, я считаю, поучительное. И потому, вот, когда мы наблюдаем с вами за выступлением Николая Крюкова, хочется на него смотреть, то, что он уважает вместе с этим и нас. Алексей Бондаренко, Тенис, ты о нем, пожалуйста, расскажи теперь что-нибудь. Это уже все. Ну что, самый неприятный факт текущей действительности заключается в том, что Алексей Бондаренко после двух снарядов в шестерку лучше не упадает. Он еще разводится. Это понятно. Ну, вот, тем не менее, вот, вечно вот он вот так вот притормозит на старте, и потом тигринами, такими-то прыжками догоняет конкурентов. Ну, да. Я тоже очень люблю этого гимнаста. Поэтому и огорчаюсь очень яростно его неудачами. Ах ты что, немножко выпрямить надо. Хвостик немножко был от абсолютной охладения. Ну, в другой раз вы даже горизонтально подавите этот малет. Ну, как сложно. Ребята, это сложно. А он это все-таки выполняет, и не один раз. Вот посмотрите, вот классное исполнение, да? Все, все при нем. Как все спортсмены слегка суеверные, я уже и молчала, когда он наступал, и говорила, и ругала, и подхваливала, знаю, что некоторым это... Ой, токнул под руку, не говори, под ногу. Как угодно, я готова. Если надо замолчать, замолчала бы. Ну, вот вроде он, слава богу, кольца завершил. Ну, придет время, и мы найдем правильный метод для каждого участников национальной сборной. Правильно, Денис, но у нас тоже уже определенный опыт появляется. Мы знаем, что надо по цвету Хоркину молчать, потом либо вместе с ней прыгать о счастье, либо там другая. И самое главное, что мы за каждого из них болеем переживаем. Потому что, ну, что там говорить, это невероятный труд. Как сейчас Юрий Лаврович сказал, тысячи повторений. Он так вроде тысяча. Там не одна тысяча повторений. И повторения мы, я помню, когда у нас очень внимательно с нами работали научные работники при нашем виде спорта. Это было при каждом виде спорта. Я считаю, это была замечательная практика вообще большого советского спорта. Фиксировали только удачные исполнения. Например, вот я подхожу, что-то делаю. Если я сорвался, это не считается. Значит, в эту тысячу что-то не возило. Вы представляете, сколько стертых мозолей на руках. Сколько усталости, пота. И сколько счастья, если ты вышел на главный старт. Ради этого стоит жить. Евгений Крылов. Тоже мы о нем уже не раз говорили. И он уже опытный гимнаст, мастер спорта международного класса. Это говорит об определенном уровне. Но еще раз напоминаю, что он из Челябинской области. Тренирует его Коротков Андрей Владимирович. Ну и безусловно, когда я называю имя тренера непосредственного гимнаста, наступающего в снаряде, я напоминаю вам, что они в основном готовятся на базе Круглого озера, под руководством, конечно, Олень Зарковича Арктина. Вот он у нас в квалификационный день, Крылов, где-то тоже был первый, естественно. Ну, само собой, иначе бы в этой разметке он и не попал. Да, шестым он был. Шестой результат сложился и в том числе и оценки на кольцах 9600 тогда. Но сейчас это вряд ли, пожалуй, все-таки. Вот пока, если тут нам табло еще помогает в некоторой степени, пока результаты после двух биток, на Габуре ни Крылова, ни Бонсаренко... Ошибся я, тем не менее. И с радостью это констатирует 9-7 у Крылова. Но в шестерку он, как и Бонсаренко, после первого двух видов не попадал. Но вы, собственно, эту тенденцию вместе с нами, друзья, наблюдаете не впервые. Тенденцию сильной разницы в оценках на тех или иных снарядах. То есть вот те команды, которые уже прошли подряд в первых двух видах кольца и прыжок, вот, собственно, из этих-то команд и выстрелили сейчас и тот же Харакордин, и тот же Станогин, которые в шестерку попадают. Ну вот теперь им надо доказывать на менее дорогостоящих, что ли, снарядах, что вот не зря они в эту шестерку вошли на старте. Конечно. Вот это Григорий Георгий Геребенков из Санкт-Петербурга. И, конечно, он сейчас очень мощно ведет программу. Сильно так. Чувствуется, что для него вид кольца, это, наверное, его один из любимых. И это хоть это тяжеленный, или хоть это снаряд. Ну, справился с программой, он прямо, скажем, неплохо. Обязательно назовем тренера. Имя тренера Петрова Сергея Валентиновича, который довел своего ученика уже до призера чемпионата России и до одной из важных, вообще, я считаю, титулов, это член сборной команды России. Если туда попадаешь, в этот благородный список, это уже ты на заметке, это уже на тебя рассчитывают. Поэтому я считаю, что, конечно, первейшая задача любого гимнаста и тренера его, это попасть в списки сборной команды страны. Ну, скажем так, были времена, когда вот такое попадание практически гарантировало гимнасту злату олимпийскую медаль. Это если ты в шестерку попадаешь, вот в первую шестерку. Да, да, если ты... Да, а сборная у нас состоит обычно человек 30, 36. Представляешь, сколько видов. Это же еще с тех традиций все ведет. Вот сейчас сколыхнул, я сказала, Юрий Владимирович, сколько на контроле, как брали. У нас было три слоя. Основная сборная, молодежная сборная, юниорская. И вот оттуда мы уже следили, и вот доходил. Представляешь, вот такой огромный эшелон по всей большой стране. И надо было высматривать, на кого же можно все-таки рассчитывать. Я считаю, что опыт был собран сумасшедше полезный. И жалко, если он сейчас немножечко так и растрачивается. Восстановим ли он, на ваш взгляд? Я не имею в виду какие-то... Трудно восстановить. Понимаю, что, может быть, в силу, опять же, вот этих всех общих сложностей денежных, конечно, очень малооплачиваемые руки тренера в детских спортивных школах. А мужчины, как правило, это тренеры, потому что вид спорта надо страховать. Он нагрузочный, такой тяжелый. И, ну, уходит потихонечку. Вот опять мы говорим, Ченкова. И тренер по акробатике Сафронов. Это мы видим с вами на картинке. Сафронов Виктор Васильевич, который уже много-много лет является тренером сборной по акробатике. Итак, половина соревнований позади. Да. Три вида пройдены. Ровно пять процентов, да. Это позади для одних это хорошо, а для Бондаренко было бы еще впереди побольше. Он успел совсем догнать всех. Вот теперь у кого какие задачи? Ну, собственно, эту проблему догнать Алексей может решить уже прямо сейчас. Он будет прыгать. Да. А прыжки? Что умеет, как вы понимаете, непринужденно, совершенно спокойно прыгнуть здорово и так же легко умеет выполнить наоборот. Увы. Значит, что такое прыжки вообще у мальчишек? Во-первых, одна попрыгка. А сколько многоборец? Да. Представляете, что здесь крутые гадзаборцы. Слышите, что вы думаете. Владимир Скалина. Концентрация невероятная. Тем более, что все ребята взялись за сложные прыжки. Сальтовые прыжки, они особо поощряются в базовой своей стоимости. Ну, вот я сейчас посмотрела, разумеется, ребята. Кто-то не рискует. Кто-то не рискует выполнить сальтовый прыжок, поэтому у него шансов больше. Хотя бы на какую-то гарантийную, не очень высокую, но гарантийную оценку. Но у нас такое правило было, значит, в первые командные соревнования, они же были и квалификационными для отбора в личное империнство. Гимнаст, выходящий на прыжки, должен был выполнить в обязательном порядке один прыжок. Но если ты располагаешь хорошими двумя прыжками и претендуешь на победу, которую мы будем завтра с вами наблюдать в отдельных видах многоборья, то ты должен поднять руку и заявить, значит, о том, что ты готов выполнить второй прыжок. Безусловно, лучшие прыгуны это и сделали. Но, опять же скажу вам, не всем удалось, потому что тот, кто хочет выиграть прыжок, должен выполнять, прежде всего, очень сложные прыжки. И если я вот даже сейчас хочу для любопытства посмотреть, кто же у нас попал на прыжках в мужской части. Финал на прыжках, это мы с вами будем завтра наблюдать. Соревнования также начнутся в 11 часов. Но если мы сегодня разыгрываем абсолютное перенство или перенство по многоборью, одним словом, чемпиона по многоборью, то завтра будет обладатель кубка в отдельных видах. И я вот, к сожалению, наблюдая за прыжком, взяла список финалистов. И там я не вижу фамилии Бондаренко. Стало быть, он на прыжках либо не заявлялся, либо не прыгал второй прыжок, либо что-то еще, какие-то причины другие. Ну вот уже три минуты заканчиваются. И сейчас уже спортсмены приступят к выполнению своих комбинаций на снарядах. Хотелось не изменять традициям неким самим собой придуманным и начать с интервью с Аркаевым, но Литя Якович, человек достаточно сложный, свойнравный, да, вот пока не хочет. Ну да бог бы с ним, еще впереди полтора дня трансляции. Нет, вы его возьмете, конечно. Он просто сейчас либо в напряжении, он действительно, тем более выступает на ребят, и это его очень-очень волнует. Вот мы, Лидия Гавриловна, вот сейчас... Ну, Алексей Бондаренко. Вот она сборная, по сути, Бондаренко, Гребеньков. Тут же в этой же команде крюков, и где-то вот вокруг этого помоста ходит Алексей Немов такими кругами. Алексей Немов, к сожалению, Евгений подборный. Как вы полагаете, Лидия Гавриловна, вот на этом самом чемпионате мира в Анахайме... Ну, вот ты какой безобразник, а! Ну что же, ведь... Смотрите, я, извините, Денис, я перебиваю тебя сейчас, но... Вот он, как бы наш слышал комментарий, он сделал два с половиной сальса вперед и повернулся на 180 градусов. Но, к сожалению, и здесь не удержался при земле. Ну, в общем-то, и не собирался удерживаться. О чемпионате мира ты начал говорить, с этим набором гимнастов. Нет, я просто хотел сказать, что Алексей и не собирался удерживаться. В общем, этот последний разменочный прыжок. Вопрос вот какой. Ну, не так сильна наша команда нынче, как во всякие там разные оные времена. Да-да-да. Вообще, имеет смысл бороться за то, чтобы выиграть этот чемпионат? Или давайте решим такую локальную задачу? Попадем на Олимпиаду. Не попадем. Не попадем. Потому что, если мы не соберем хорошо Немова, не соберем этих ребят, не сложим до конца, не выиграем, это вообще будет архи-слух. Вообще, это уже будет катастрофа для российской гимнастики, если команда России не попадет на Олимпийские игры. Это просто не чемпионат тогда будет. Ну, так вот я и говорю, может быть, не стоит ставить себе сферок задачу выиграть этот чемпионат мира. Нет, хотя бы, я не уверена, что выиграем. Хотела сказать, мы и не выиграем, потому что очень там есть Китай, там есть желающих много, потому что состав команды сократили до пяти человек, и плюс там есть вариации, когда можно заменять всякие разные. Ну, а мы очень сложные. Я считаю, нам в 12 попасть, чтобы выступать на Олимпийских игре. Ну, вот, один из тех, кто эту, да и последующую задачу, несомненно, будет решать Николай Крюков на ваших экранах. Нигмадзянов открыл этот раунд в этой команде прыжком на 8,550. И вот, Крюков. Ох ты, вот это вылет, а? Вылет правильно замечен, фаза полета развита была очень высоко, но, к сожалению, к сожалению, приземление полбалла. Все. Я как-то думала грешным делом, что он не будет браться за сальтовые прыжки, все-таки ножку бережет. А он нет. И, кстати, по технике очень здорово выполнил. Смотрите, как он вырос над конем, и вот этих три, две подушки подстелил. Две пролоновые подушки, они, конечно, немножко помогают, спасают суставы, они мешают. Они-то и поехали из-под его ног. Вот в этой плоскости мы увидим сейчас с вами, вот она, развитие. Раз, оборот, два, оборот. И еще половиночку ноги, и мат стронулся с места вперед, конечно, удержать. Это надо было сбалансировать себя и приземление, и удержать мат, конечно, это сложная задача. 8900, между тем. Да, ну полбала, полбала, получил бы очень неплохую оценку. А почему не было бы выше оценки? Заметили в Рапиде, когда медленно снималось разведение, сильное разведение коленей в группировке. Это такая развросная группировка, это является ошибкой. Ну, Бондаренко теперь давайте посмотрим. В отличие от серьезных международных соревнований, где используется, как вы понимаете, табло электронное, и можно увидеть номер прыжка, чтобы понять, каким он будет, здесь такого разведения нету, поскольку все эти табло ручные. Так что вот, никто не знает, что он прыгнет, кроме судей. Да, ой! Боже, сохрани. Что ж ты так делаешь, Леша? Что же он такое? И здесь не удержался. А была у него сейчас возможность, вот здесь он мог вырваться как раз. А теперь я даже и не знаю. Ну да, то же самое, что и у Крюхова, только еще и с первой. Да, у него с поворотом было, прыжок немножко подороже будет. Я думаю, ну оценка где-то будет так, в девятке-то, наверное. О, все. Девять и три. Потому что база была побольше самого прыжка. Ну, я думаю, это ему прям по-божески поставили. Ну, а вы полагаете, вот без такого приземления этот прыжок не стоит девяти и восьми? Если мы прибавим к вот тому результату, что вы сейчас видите на экранах. Нет, 9-8 могли не открыть. Вот так вроде бы математически, если сложить падение с этой оценкой, да, 9-8. Но когда надо было бы судья открывать 9-8, он бы открыл максимум 9-7. Вроде как неприлично на чемпионате. Не потому, а все-таки мы видим, ошибки-то в группировке были, они же сопровождались вот этим. А уже на большем, на большей высоте оценок, уже вот эти мелочи еще надо больше прихватывать. В общем, в Али, там можно округлить, не добавить. Евгений Корылов Ну, мы с вами просто смотрим факт, что они исполняют. Вот здесь будет, как я говорю, гарантийная оценка. Невысокая, потому что эти прыжки значительно дешевле сальтовых прыжков. Но зато гарантия, что он уйдет в кармане с оценкой. Безусловно, бросился в глаза необычный стиль разбегалить. Безусловно, как вы плагаете, в чем вообще смысл вот этих, я бы сказал, скачков, а не разбега? Ну, потому что, вот если они развегались до этого, Бондаренко, с Крыкового, они набирали спорость, инерцию создавали. А здесь немножко другая ситуация, потому что ему надо сделать рандат, фляг и выйти. Вот фляг это уже на коня. Это прыжок был не с прямого разбега, а он должен был сначала акробатическую часть какую-то сделать на полу. Он сделал рандат, перешел ногами на мостик, а фляг на коня спиной. В общем, здесь некоторая другая вариация. Здесь скоростно разбежаться это безумие, не нужно. Вот он быстро бежит, уже заведомо можно узнать, что он будет без рандата делать прыжок. Ну, собственно, это вообще не прыжок. Для Гребенькова-то... Ну, такого крупного, такого сильного, такого физически, не рискует. Я думаю, он, может быть, и располагает другим прыжком. Но не рискует, а может, ему хочется, наверное, чего-то добиться. Но пока я его в шестерке даже после трех видов не вижу. Гребенькова. А вот рандат, сальто назад, двумя винтами. Значит, у нас пока после трех видов Николай Крюков... Ага, между тем, 9 и 3. Вот это шестерство рационального подхода. Да, да, рационально именно, да. Но если мы опять вспомним лучших из лучших мира гимнастики, то это трудно ему рассчитывать на успех в этом виде многоборья. Крюков Николай пока впереди после трех видов. За ним Харахордин. Затем Тихановский Юра. Крылов Евгений. Голосуцков добрался до пятерочки. Ну и дальше Баркалов, которого мы с вами не видели. И Девиторский Максим. Замыкает восьморку лучших спортсменов после трех видов. И вот он у нас... Собственно, он же, да, и на экране. Любит гимнастику. Стоять. Да никакого стоять. У него вообще вылетают ноги. Ну что ж такая огромная армия тренеров около него. И мне думается, все-таки мало они на жесткое приземление репетируют свои отчаянные прыжки. Все, вот Столярова я там вижу, и вот этого заслуженного тренера, очень уважаемого тренера, он, конечно, разосадован. Потому что Девиторский выполнил, конечно, прыжок по технике, опять же, все хорошо. А вот эта вторая часть, от которой зависит успех еще, смотри, сколько мальчишек смазывает. Ну вот, собственно, эта команда на этом и закончила. Да, 8,8 оттенка. Девятовского жалко, потому что вот он вроде чуть-чуть подбирается к ведущим гимнастам, и опять его чуть-чуть оттащат назад. Ну, а, в общем-то, там упал и Бондаренко, упал и Крюков. Так что тут... Вот из шести гимнастов, которые выполняли прыжки, три падения. Это уже 50% падения. Это далеко нехороший результат. Антон Голосуцков. Брусья. Это тот снаряд, который мы не выгораем уже лет 20. А, значит, вот сейчас вот он выполнил поворот на жердях. Немножко трудно. Вот сальто над жердями. Но тяжеловато исполнение. Поворот на 360. И везде чувствуется подготовка. Долгая, я бы сказала. Вот поворот спиной назад вокруг одной реки. И второй раз повторяет. Попорлю это на предплечьях. Ну и вот этот сальто сальто согнувшись назад. И здесь же будет сейчас работа Рашид Касумов. То есть мы как раз и посмотрим тех, кто вот в эту самую первую команду не попал. Команду, которую мы ведем со снаряда на снаряд. Почему бы, собственно, и не посмотреть на тех, чьи имена известны. Но вот не во вчерашней квалификации они были удачливы. Вот я еще хочу про Девиторского продолжить, как он выполнял Бруссия. Особенно, когда имели мы с вами возможность видеть лучших исполнителей, как это Китайцы, Словения, этот же парень, да. Здесь как бы тренировочный вариант, я бы сказала. Не контрольный, а именно тренировочный. Что он сделал элемент, подумал, пошел на следующий, опять подумал. Немножко хуже, немножко лучше. Ой, как надо вот эти тысячи, тысячи раз повторений. Надо вообще Юрию Ивановичу сказать, чтобы он проконсультировал, тоже поездил. Посоветовал. Что касается Георгия Гребенькова, помните, друзья, как он появился? Это был такой эдакий золотой мальчик, российский гимнастик. Как называлась одна из статей о нем, вот тогда, в 97-м году, мальчик сильно возмужал, заматерел, вы видите, какая мощь, да. Тем не менее, золотым пока не стал. Лидия Гореловна, видим Девятовского, видим Голосовского, да, того же Крылова. Это, на ваш взгляд, потенциально золотые мальчики, российские? Вот Девятовский мне очень нравится, хоть он еще не достиг, может быть, больших высот, просто нравится по элегантности своей. Я приветствую в гимнастике вот такой элегантный стиль, какой несет тот же Крюков, тот же Немов, хоть он по фактуре потяжелее, но я беру его лучшие времена, когда он, конечно, покорял своим исполнением. Голосовсков, он покрепче, как ты сказала, физически помощнее, сложен потяжелее, но его этой физической подготовки хватает на все многоборье, шестиборье против мужчин, как говорится, нелегко. Где-то хочется рассчитывать на то, что они будут в олимпийских командах, но гарантировать золото я не могу. Я боюсь взять, у тебя такой ответственность. Потому что слишком хорошо вижу мировой помост, благодаря НТВ+, мы с вами, я думаю, поклонницы гимнастики, которые вместе с нами смотрят, и вот думаю, перебить тех лидеров на этих видах, я пока не могу назвать наших спортов. Ну что же, что сказать, жаль. Жаль, жаль, жаль. Рашид Касумов, это член сборной команды, жаль, конечно, вот он очень тщательно готовится к бруссим. И вот, по-моему, если бы лоцепка... Собственно, вот, собственно, Рашид уже свое отработал, помогает готовить снаряд... К следующему гимнасту. Для Максима Алешина, тоже прекрасно вам известного гимнаста и тоже участника сборной команды. А вот Рашид пока нам в повторе показывает. Вот эти все переходы, вес углом с одной жерди, конечно, надо абсолютно на прямых руках стараться выполнить. Знаете, как они подбирают руками, пытаются себя устроить, как бы. И на концах бревна это особая сложность, особый риск. Прыжком таким он оказывается сразу в середине снаряда. Стойка на кистях. Вот. Эффектный этот поворот вокруг одной руки. Еще раз. И вот здесь его повело, он немножко не удержался. Опять топчется на жердях. Ну, а тонка весьма скромная, 8,4 десятых. Мы сейчас с вами видим Максима Алешина. Алешин тоже Максим уже. У нас опытный гимнаст, который также в списках сборной команды. И, конечно, мы могли бы вправе на него рассчитывать побольше. Он довольно такой взрослый уже молодой человек, 79-го года рождения, заслуженный мастер спорта. Ну, вот по школе движения уже сразу видно, что такое гимнасты, конечно, с хорошей школой. Вот много уже таких повторяемых для нас элементов, но это элементы, которые позволяют гимнасту набирать трудности своей программы. И вот рядом мы видим с Юрием Лампичем Василий Сергеевич Чебураев и Владимир Михайлович Смолевский, это профессор кафедры гимнастики. И, в общем, вот это как раз и Евгений, и Розин. Вот они все сидят, те люди, которые очень много вложили в развитие советской гимнастики и сейчас передают опыт, естественно, российской гимнастики. Вот они буквально считали с карандашом в руке нагрузки на каждой тренировке, в каждую неделю докладывали тому или другому гимнасту объем его работы и все полезного действия. В общем, это был такой кропотливый, казалось бы, нудный труд, но очень положительный эффект от такого труда. Это мы с вами видим на повторе все того же Максима Алешина. По фактуре он очень хорошо сложен для гимнастики. Длинные ноги, легкие ноги. И вот оценку он получил за такую работу 9,1 балла. Максима Алешина тоже пока восьмерки не видно. А вот Юрий Крюков. В общем, вот это мы сейчас с вами наблюдаем, скажем так, вторую команду, которая буквально где-то во второй десятке. И вот мы сейчас с вами имеем возможность смотреть, наблюдать за москвичом Юрием Крюковым. Ну, он тоже уже взрослый человек, 78-го года рождения. Тренируется он в Москве, в прекрасном зале «Динамо». А тренирует его Ульянкин Валерий Николаевич, и Забелин Анатолий Исакович. И опять же под контролем величайшего гимнаста Михаила Воронина. Ну, вот все, вот уже ошибка большая была. Сильный был такой загиб поясницы. Ну, и вот эти все переступания. Нечетко, нечетко. Он, исполнение каждого элемента несет бабку, хотя бы мелкую, в обязательном порядке. А ведь Крюков уже тоже мастер спорта международного класса. С очень большим опытом. Вот уже закончился четвертый вид. И переходит, вот, гимнадцатый переходит к пятому виду многоборья. Буквально остается еще один. И все. И мы будем с вами знать имя абсолютного чемпиона России по гимнастике 2003 года. Да, ну, в общем, много-много он таких набрал хорошего. И я уже увидела оценку 7,8. Оценка Юрия Крюкова. Уважаемые телезрители, поклонники гимнастики, вы, пожалуйста, после того, как мы закончим показывать мужской чемпионат, мы сегодня обязательно вас порадуем и женским чемпионатом. Так что отдохните, перекусите и садитесь снова к телевидению. И мы в 400 часа с вами начнем смотреть женский чемпионат гимнастики. Уникальный гимнаст Алексей Немов. Не захотелось... Нет, я... Знаете ли, я говорил, вот, феноменальная способность раствориться. А, ну, я видел, он отделся. Угрожающий брат транса Алексея, да. Денис, я обратила внимание на то, что он, когда мы его видели где-то здесь, вдруг он отделся так, фундаментально, не для посещения, не для сидения внутри, значит, он уже куда-то пошел на улицу. Уважаемые телезрители, это пытался я предложить, что называется, непременный элемент наших гимнастических эфиров. Вашему вниманию интервью с Алексеем Немовым, но чуть позже, наверное, оно стоит... Ну, обязательно будет у тебя. Его только надо найти, отказываться он не отказывается никогда. Он любит, да-да, общаться с народом. Это вот, кстати, наверное, тоже признак какого-то... Ну, воспитания. Высокого, ну, отчасти даже... Да-да. Отчасти даже некого профессионализма. Лидия говорила, скажите, а вот... Если вспоминать ту самую... Триумфальную для советской команды Олимпиаду в Мельбурне. Во-первых, было ли таковым, внимание, пресса к спорту, каково оно вот сейчас именно к звёздам, не к спорту, а к звёздам? Совсем нет. И вообще вот это слово «звезда», мы... Тут недавно была передача, мы принимали активное участие в передаче о Ларисе Латыниной, ну, так как мы с ней 10 лет в составе сборной команды были, Тамара Манина, я, вот эту вели передачу. И я как раз отметила, что в наше время звезды-то не было. В смысле, звёзды были настоящие, но не называли нас так звёздами, там. Это вот сегодня чуть-чуть, и уже ты звезда, или звезда, там, не знаю. И, конечно, внимание такой прессы, как сегодня. Что вы, о чём вы говорите? У нас тишина, скромность и сплошные высокие шторы, и никто-то нас толком и не видел, и не знал. Ну, а хотелось, вот, кстати, говоря об этом... В общем, я с этим очень довольна, и очень согласна, и радуюсь за сегодняшнее, вообще, поколение спортсменов, вообще всех таких публичных людей, что пресса до такой степени раскручена, или так, уже умеет обхаживать каждого нужного человека, что это просто оживляет жизнь в стране. Честное слово, я за такой вариант. Но, коль был задан вопрос ещё к тому дальнему периоду, когда была Олимпийская, то есть Олимпиады Мельборни, и были, безусловно, какие-то корреспонденты, но что вы... Вот такой... Нет, нет. Такой истерии, когда... Да никакой истерии. Когда Нему звонят по 20 раз на дню с предложениями, там, об интервью и так далее, вот это... Тишина, тишина, где-то там, кто-то когда-то там что-то спросит, сказал, и всё. И потом советский спорт недели через две напечатает. Ну, кстати говоря, о звёздах. Пусть они и не назывались так тогда, когда были этими звёздами. Вот вы видели пару минут назад одного такого человека на трибуне. Да, я поняла, о ком ты говоришь, Николай Андреанов. Это, конечно, уровень высоченный. Ой, какой же он хороший был гимнаст. Но он не менее хороший тренер. К сожалению, опять же, мы с тобой были свидетелями, как японские гимнасты под его руководством. Собственно, ещё раз вашему вниманию, да. Да, под его руководством достигали высоких результатов на Олимпийских играх, на чемпионатах мира. И я сейчас с ним, когда встретились, ну, очень большие с ним друзья, я говорю, Коля, как сейчас, как твоя япония? Он говорит, каждый месяц я туда летаю, уже... Консультирует, да? Консультирует, ну, даже чуть более, чем консультирует. Он всё-таки потренировывает, чтобы... Оставляет, видно, задание. И под его руководством он говорит, у него же там три хороших гимнасты. А мне немного больно от этого. Мне больно, я вам скажу честно, почему. Потому что он, конечно, должен помогать готовить российскую гимнастику. Но, почему бы и об этом тоже не поговорить? Я думаю, отрядов не откажутся. Нет, нет, конечно, Денис, давайте всё-таки назовём женские. То есть это судейские бригады. Потому что у нас от этого успех в гимнастике немало зависит. Ну, очень традиционно уже главным судьёй соревнований мы здесь с вами видим Виктора Мельникова. Это главный хозяин всего, и мужской, и женской части. По мужской части главный судья, или он, наверное, называется заместитель главного теперь уже, это Валерий Фердемелиди. Безусловно, все студии международной категории. А по женской части любой гурда Андреянова. То же самое. Это очень уже авторитетные, известные студии, которые прикладывают много стараний для того, чтобы было хорошо и легко выступать спортсменом. Собственно, вот она. Та команда, которую мы и сопровождаем по помосту, по этому кругу, который дошёл до брусьев. И теперь, в отличие от предыдущего раунда, когда вот этих гимнастов мы смотрели, когда за этими гимнастами мы смотрели буквально 3 минут, сейчас всё будет гораздо дольше. Брусьев — это капитальная подготовка. И долгое упражнение само по себе, долгое. Ну и неудобно будет не назвать главного секретаря, который быстро должен подсчитывать и обеспечить нам ход соревнований. Это Петров Леонид и его заместитель Олег Грачёв и Сергей Комаров. Но я вам скажу, львиную долю работы после действий проводит, конечно, здесь Тамара Андреевна Жалеева, без которой тоже бы, наверное, вот так вот быстро здесь всё не происходило. Она следит за всеми судьями, они у неё на контроле, в голове, в памяти. Всех она знает наизусть. И только ей скажи, она всё соберёт, всех 40 человек тут же, и они будут готовы работать на чемпионате России. Это Тамара Андреевна Жалеева. Мы за столом видим Светлану Давыдову, диктор соревнований. Она живёт в Харькове. Но вот как ещё с тех давних времён, ещё Советского Союза, её сохраняют и продолжают приглашать в качестве диктора на наше соревнование. Ну, начались выступления, уже законченная разминка на брусьях. Ранее вы видели, как Антон Голосуцков работал на перекладине, а это Николай Крюков. Оценку Антона я послежу. Вот сейчас Николай Крюков ведёт программу, и мы заметили, что уже ошибочка была. Вот это двойное сальто над жердями. Это трудный элемент, конечно. Стойка силы, или как не приговорит комментатор, стойка через силу. Это не у тебя так сказать. Но, скажем так, вся спортивная гимнастика, это нечто через силу и через волю. Нет, это через силу и через волю, согласна. Вот он сделал довольно оригинальный сосковый брусь. Мы привыкли к заднему вращению, а он сделал два сальто вперёд. И это уже второй пример оригинального завершения упражнения в многоборной программе Николая Крюкова за сегодня. Что он не может не радовать. Антон Голосуцков, прошу прощения, получил 9 баллов ровно. Ну что, для Голосуцкого это неплохо. Мештем сменился лидер. То есть, собственно, сейчас он и вовсе ещё какой-то другой. Но после трёх видов впереди был Юрий Тихановский. Суммы 36,90. Вторым двигался по этому кругу многоборному Евгений Крылов. Всё в третьем Николай Крюков. Ну и всё это в пределах одной-двух десятых. Так что это не более чем некая промежутность, такая засечка. Я сейчас ещё наблюдала за Николая. Сейчас наблюдала, а вот по ходу соревнований вспоминаю. Он столько дорогих десятых долей балла терял почти на всех приземлениях. Ну, кроме, может быть, коня. На вольных, я помню, ты говорила, как на выполнение, так он подстраховывал. Вроде как ногу берёт, да? Вот везде-везде у него, ну, на прыжках он просто упал. Сейчас на брусьях тоже приземлился не точно. Вот даже на одном таком факте, что такое приземление у гимнастов, это дорогого стоит, как говорится. Чего умеют делать всегда, я обращаю внимание, румынские гимнасты и вообще чемпионы. Вот они потому и становятся чемпионом, что они вот так вот легко не раскидывают вот эти золотые доли баллов. Ну, сейчас Бондаренко Алексей готовится, потому что я видела Алкосова, его тренера Валерия. Оценку пока Крюкова ещё не вывели. Вот они, два сильнейших гимнастов страны, при всём том, как бы у нас таблица умножения сегодня не раскладывалась, но они, безусловно, сильнейшие, если я, безусловно, не спитываю со счетов Алексея Немова. Казалось бы, рядом идут уже друг с другом много-много лет рядом. Знают наизусть своего врага, конкурента, соперника, как хотите называйте, но они, слава Богу, все дружны. Вот, вы сказали, конкурента, соперника. В том-то и дело, что вот, ну, неоднократно задавая вопрос... Вот ничего мы сейчас с тобой конкретно о нём не говорили, чтобы не помешать ему. Я ни под ногу, ни под руку ничего не сказала про Фондаренко. Ну, он просто... Да? Я к тому, что это, то, что я сейчас скажу, не мною придумано. Это ощущение самих гимнастов. Ну, не испытывают они вот этого подъёма соревновательного безумного на чемпионатах России. Ну, праздника не чувствуется. Ну, нет вот этого адреналина, дополнительно впрыскиваемого в кровь, который вот и придаёт какую-то вот азарту, не знаю, происходящему. Лост, красоту, праздничность. Да, как бы идёт такая, ну, контрольная тренировка. В конце концов, был же в преснопамятном 98-м году со всеми его достопримечательностями финансовыми эпизод, когда и на аренду-то олимпийского денег не нашлось, и чемпионат России успешно прошёл на базе на озере Круглова. На базе, но теперь обратно. Успешно, но тем не менее. То есть, если раньше себе такой, наверное, тот же Юрий Владимирович Титов, будучи начальником управления, да, он, наверное, в страшном сне такой не увидел бы никогда. У нас это был просто самый большой праздник гимнастики в Москве, во дворце спорта. Это, как правило, проводилось в Лужниках. И, во-первых, зрители всегда собирали, несмотря на то, что он расположен в Лужниковском стадионе, менее выгодно, чем в Олимпийске, правильно? Но всё равно собирало зрителей. И, конечно, этот праздник был невероятной величины. Прям просто полёт какой-то все испытывали. Но я хочу успокоить зрителей и тебя, Денис. У мальчиков всегда как-то немножко грустнее. А вот буквально после перерыва начнут разыгрывать чемпионство девчонки, там всё будет. И страсти, и падения, и радости, и слёзы. Там эмоции. Ну, а здесь только неприятные пока, к сожалению. 8 и 7 оценка Бондаренко. Да. Это при том, что после трёх видов он вроде выбрался было в эту шестёрку. Да, и опять. Бум. Чуть-чуть тебя запидал. Увы. Да. Ну, а чё же, он уже и прыжок плохо прыгнул, и брусья, и коня смазал. Ну, ты посмотри, он пока ещё... Он в ту кольки взял, значит, вольные и кольца. На коне падение, на прыжке падение, на брусьях падение. Ну, куда больше. Я не знаю, как... В лучшие времена мы такого гимнастрия не ставили состав команды даже. Я это назвал такой пожарный гимнаст. Можно сказать, такой вот... Понимаешь, я уже много раз говорила о том, что... Ведь талантливых спортсменов, наверное, не только в нашем виде спорта, достаточное, как говорится, количество. Но вот когда выходят они на стрессовые ситуации, такие вот, где это надо себя показать уже конкретно, горят. Как шведы под Полтавой? Как можно рассчитывать на него по государственному, по большому счёту? Надеюсь на другие аналогии в этом случае. Итак, Евгений Крылов на брусьях. Ну, всё-таки, конечно, сложные очень элементы. Они выполняют сейчас на брусьях. И я вчера разговаривала с Евгений Лиди, Валерией Панайёновичем. Я говорю, объясни мне, пожалуйста, Валера. Мы с ним уже, не знаю, лет по 20 вместе работали в качестве судей на международных больших соревнованиях. Ну, сейчас он продолжает, а я вот уже рядом с Денисом. Я говорю, объясни мне, почему брусья и кольца никак российские гимназцы не могут выиграть? Ну, в прошлый раз он такой вообще не лишён юмора парень. Говорит, ну, на кольцах он мне сказал, питание у нас, мол, не такое. Ну, ладно, я говорю, я погасим этот разговор. Объясни мне, чего не хватает на брусьях? Что с нами тренерских снарядов, тренировочных всяких там тренажёров, вернее. Ну, всё-всё-всё есть. Ну, руки разводят. Не только я это представляю. Какой уровень исполнения должен быть, чтобы претендовать на золотую медаль? Пока нет такого гимназа. Может быть, даже по набору элементов он есть. По трудности, но по исполнению я не вижу. Я и ты не видишь, потому что мы всё-таки успеваем наблюдать за мировой гимнастикой. И успеваем наблюдать за оценкой у Евгения Крылова. Она 9,1. Ну, тоже не шикарно, скажем так. Ну, это не шикарно, но это и Крылов. Он после Бондаренко, тот, который полностью завалился. Это тоже неприятный момент, вот так, перед стартом, да? Если перед тобой гимназ заваливается, а тебе надо собраться сделать от начала до конца. Вот с Любой Бурдой вчера разговаривала, я, чтобы не обидеть Колю Андрианову, с Любой Бурдой Андриановой тоже. Хватит Бурда, она Андрианова. Так вот, это Любаша наша, которая сейчас судья на всех ответственных стартах. Она говорит, я даже не представляю, что будет на американском чемпионате. Потому что конкуренция такая высоченная. Ну, мы на последнем чемпионате мира, на этапе Кубка мира. Мы во многих финалах, даже в отмёрках не видели наших гимнастов. И гимнастов, и гимнастов. А как раз именно американская гимнастика поднимается. Там тоже работают наши тренеры, я уже не раз говорила. Плюс они это будут в Америке проводить. И вот она сидит, говорит, я даже не представляю. Это будет страшная борьба с самыми неожиданными финалами. Ну, нечто в этом вроде мы видели. Чемпионат мира в Китае, это не сильно слаще чемпионата мира в Америке. А потому что это всё предолимпийские старты. Это самое страшное. Борьба за жизнь, я так сказала. И в команде, ещё раз хочу сказать на тот вопрос, который говорит, ну, потому что, может быть, ты мне задал, может быть, не надо, мол, за команду. Именно в командах вылетать будут лучшие гимнасты за борьбу с медалями. Гребеньков отработал своё на брусьях. Вы видели, как это было. Через минуту увидим, что ему за это будет. Да, что ему за это будет. Сначала от тренера его будет, что от Петрова Сергея Валентиновича. Ну, он его вроде как пожал руку. Это уже, значит, слава богу, хорошо. По этой реакции можно тоже следить. Он такой немножко грузноватый, тяжеловатый. Ну, парень 82-го года рождения. Это 21 год или 21 год. Уже сформировавший, да, спортсмен. Ну, вот он получил на одну десятую меньше, чем крылов. Девять ровно. Руслан Нигмадзианов следующий будет на этом снаряде. И, собственно, ни на каком другом снаряде уже никакого другого спортсмена и не осталось. Всё. В других командах каждый из гимнастов своё упражнение исполнил. И сейчас Нигмадзианов, конечно, не претендует и не будет претендовать, так как он зашёл вместо Евгения Подгорного. А вот после этого эта замечательная команда перейдёт к перекладине, как я всегда говорю, к самому красивому виду гимнастического многоборья и такому эффектно-полётному. И тут, конечно, полёты могут быть совсем не в ту сторону, куда бы и надо, куда бы хотелось. И поэтому-то никак нельзя сказать, кто же останется первым. Несмотря на то, что вот после четырёх квитов уже Денис говорил о том, что это возглавил Тихановский Юрий. Тоже в некоторой степени вроде как бы неожиданно, потому что нет ни Крюкова Николая, ни Бондаренко впереди. Посмотрим, чем эта игра закончится. Субтитры создавал DimaTorzok А Максима Девятовского наблюдаем на брусьях. Импонирует мне его стиль исполнения. Ой, двойной сальто, но как бы чуть провалился, но удержался. Смотрите, все повороты на 360 градусов. И ещё раз, это мы уже не один раз с вами наблюдаем. Это, конечно, украшает комбинацию. Вот эти переходы сейчас на одну жертву и вид с углом, для них тоже как бы не по пути развития движения на этом виде. Молодцы. Вообще, мне нравится своей элегантностью этот парень. Но Девятовский, как мы с вами говорим, он юный, поэтому ему простительны некоторые недоработки, что ли. Всё-таки он 84-го года, в районе 18-19 лет. И я думаю, что когда вспоминаю, что он именно выходец из именитой Ленинск-Кузнецкой школы, где внимание спорту выделяется очень большое. Плюс, а вокруг него, как вокруг вообще, не знаю, носятся вот таких три глыбы огромных. Это Столеров Геннадий Дмитриевич, Папа Девятовский, Игорь Александрович, Цимирман Александр Игоревич. Так это же, я не знаю, ему сам Бог велел тут идти вперёд и назад ни шагу. И плюс, я очень всегда уважительно отношусь к губернатору Тулееву. Конечно, он там так внимательно относится к гимнастике. Гимнастика в Ленинск-Кузнецке, она уже с огромными традициями. Оттуда вышел не один гимнаст в звании заслуженного мастера. Напомнить Машу Филатову, ну это просто игрушечная гимнастка. Ну, очаровательная девочка, которая, конечно, здорово поддержала успехи команды на Олимпийских играх, на чемпионатах мира. Она была как бы новатором, переключила вот эту вот такую красивую, изящную гимнастику на трудность. Ну, собственно, гимнастик это же развитие, не может спорт стоять на одном месте. Я уже много раз говорила о том, что гимнастки того периода выполняли по одному сальто, по одному повороту. А она как фейерверк врезалась так с двойными сальто. Падало безумное количество. Ну, падала как-то бёртка ловкая, и у неё не было никаких ни болячек, ни травм. И она, значит, я вам уже сказала, что является и олимпийской чемпионкой, и чемпионкой Европы, и мира. Работает и живёт она сейчас где-то в Англии. Я рада за неё. Ну, она, самые главные корни у неё были в Ленинск-Кузнецке. И огромная группа ребят, девчонок и тренерского состава. Всем хочется сказать большое спасибо, что они не остывают в своих настроениях, намерениях, и до сих пор всё время подают каких-то новых способных гимнастов в сборную команду России. Ну, вот это я всё похвалил по поводу школы Ленинск-Кузнецкого. Будет время, мы расскажем так потихонечку ещё о других школах, потому что добрые слова, конечно, надо успевать говорить всем организаторам, тренерам и администраторам того или другого региона. Ну, вот, собственно, и предпоследний раунд борьбы завершён. Звание чемпиона России в многоборье. Чемпиона 2003 года. Через каких-то 20 минут обретёт своего обладателя. Пока после четырёх видов, четырёх, не пяти, нет у нас информации о сумме пяти упражнений. Так вот, после четырёх впереди Юрий Тихановский, между прочим. Второй Евгений Крылов, третий Николай Крюков. Ну, далее, что называется, в езде. У лидера Тихановского, в всяком случае, у Тихановского, бывшего лидером после четырёх упражнений, заключительным снарядом будет конь Махи. Ну, а у его конкурентов Юрий Крылов, Николай Крюков, перекладь. Вообще, Денис, я сейчас поймала себя на том, что даже приблизительно я не могу сказать, кто будет чемпионом. Потому что до такой степени неожиданный, в общем-то, расклад. И как-то как бы выстраивалось в последнем снаряду. Хоть однаждительно можно было сказать, но если не упадёт. А сейчас я просто теряюсь догадкой. Вот действительно терпим с вами 15-20 минут, и только тогда мы можем сказать, кто будет чемпионом. На Ваш взгляд, вот это признак некой такой возросшей конкуренции или некоего усреднения уровня? На мой взгляд, это просто недостойный уровень подготовки. Вот это большое количество срывов на снарядах, это говорит о том, что либо ещё спортивная форма не на том уровне, либо степень готовности действительно не такая. Ну, может быть, некоторые гимнасты, а это опять неправильно, если всё-таки мы здесь должны с вами смотреть лучших гимнастов страны, даже всех вот этих финалистов, и 24 мальчика сегодня выступают, это они уже отобрались в квалификации, значит, они лучшие, по ним сделать трест на состояние гимнастики в России, правильно? И буквально через, там, в мае месяц будет чемпионат Европы. Ну, я обязательно хочу сказать, что этот чемпионат будет нетрадиционный. Наши поклонники гимнастики такого не видели. Он будет называться командным чемпионатом Европы, но ещё будет складываться команда. Два гимнаста, две гимнастки и две художественные гимнастки. И зачёт, мало того, по одному. Значит, он... В каком смысле? Да, в этом смысле он не может быть информативным. Нет, в каком смысле по одному? Вот два гимнаста выступают, лучшая оценка входит в зачёт, второй отвалился. Всё понятно, да. Лучше девочка... Это очень здорово. Это такая будет неожиданность. Учитывая нестабильность того же Бондаренко, да? Всех, да, да. И девчонок, и мальчишек, и вообще учитывая... Да, это совсем не для китайцев такая система, которая, наоборот, у которых, собственно говоря, главная сила в безотказности. Да, да, это непредсказуемость будет. Нет, ну китайцев, слава богу, здесь не будет, они... Это так, как пример. Ну, правильно, ты сказал совершенно. Но я хочу сказать, что это до такой степени непрогнозируемый, непредполагаемый результат такого чемпионата Европы, и он будет у нас в Москве, вот в стенах Олимпийского в мае. Так что вы, кто следит за нашими чемпионатами, настраивайтесь, наверное, его будут показывать или кто-то. Вот, чемпионат, мы когда говорили о готовности, вот о степени готовности, сегодня у нас март, мы напрягаем и вас, поклонники спорта. И вообще я понимаю положение дел, что именно сейчас уже решается состав команды на чемпионат мира. И вот этот вдруг совершенно неожиданный вариант расклада восьмерки после четырех видов, были там после пяти, мы сейчас посмотрим, как он опять здорово изменится, мне кажется, так и довольно в масштабе изменится. Это говорит о плохом уровне подготовки, вот и все, ничего не могу сказать. Ну что же, Антон Голосуцков на ваших экранах собирается исполнить больное. Давайте посмотрим, молодой, перспективный парень Голосуцков, восемьдесят пятого года, чемпион Европы уже, так блестяще выступал в Греции. И два с двумя, молодец, точку ставите, не шевелится, Антон. Сальто вперед, прогнувшись, двойной вперед. Хорошо. Там одна десятая, тут одна десятая, сбавка, плюс прибавочка будет. Сальто вперед, согнувшись. Ага, твист двойное. Вперед. Вот круги традиционные. Почему-то он не на одной точке, как это делает Николай, то есть этот Немов, ну любой другой гимнаст, а он прохаживался прям буквально, начинал с одной части на ковре, а закончил с другой. Так, ну, пожалуй, он, наверное, переходит в заключительной серии акробатической. Аранда Тляк. И первая, и задняя. Ну что ж, сейчас прочитают, прочитают экспорты его трудности. А мы уже показываем Алексея Бондаренко на перекладине, и, увы, не безошибочно уже исполнение этой композиции. Вот перелет, это все ценится. Вот сейчас он первый, второй, скачев, и третий, и четвертый. Ну, это фейерверк. Конечно, он за это набрал пять десяток на башке сразу. Но хват жердей согнутыми руками, при всем при этом, даст некую сбавку. Вот это итальянские обороты. Обидно, потому что красиво, потому что мощно. А то, что вы, Лидия Гавриловна, называете вредным судьей, то... Подлетит, посмотрит это все, да? Знаешь, я не видела вот начала, потому что была увлечена Глацузковым. А вот всю часть вот эту следующую он довольно хорошо пронес. И вот сейчас нос поднимает кверху, может, доволен сам. Сейчас посмотрим, как Алфосов его встретит, ручку пожал. Ну, вроде как, хоть... Ну, какой-то снаряд он должен хорошо сделать, совсем хорошо. Вот как бы мог Бондаренко сделать. Как ему это положено природой, тренировкой всем. Вот это фейерверк показывает этих перелетов. Ткачев он называется. А вот это уже с поворота, по-моему, Елова. Вот такая серия прямых соединений, конечно, сразу несет надбавку. Потому что каждый следующий элемент повышается в трудности уже. Большие обороты, поворот на 180. И уже обороты вперед. Сейчас он, наверное, сделает... А, вы же не показали? И соскок сальто с двумя винтами. Сейчас Евгений Крылов готовится, да, у нас? Совершенно верно. А, кстати, сказать, Тихановский будет последним работать на коньмахе. Мы его не пропустим. Нет, нет, нет. И непременно покажем. Собственно, наконец появилась информация и о положении... После пяти. Да, после пяти снарядов, так вот, лишь укрепил свое лидерство Тихановский. 46,30. Таков его результат. Вторым шел Николай Крюков с суммой 46. Ровно третьим. Хракордин. Из Сибирского округа. 45,90. Но, впрочем, столько же и у Евгения Крылова. Егор Горевеньков таки подкрался ко всей этой кампании. И пятый, после пяти видов, шестой Антон Гладцуз. Вот так вот выстраивает. Давайте на Евгения Крылова, который сейчас на третьей строчке делит вместе с Хракордином. Вот он зашел выполнять перекладину. Пока разгоняемся. Разгоняемся. Перелет Ткачева прямым телом. Перелет ноги в рост. И еще один перелет. И вам хотелось, уже я чувствую, и еще один, как у Бондаренко. Да. Ну, Антон Бондаренко, а это Крылов. Вот этот продев, это обязательный элемент близкий к перекладине. Это итальянские или русские обороты. Кому как выгодно говорить, мы их будем назвать русскими. И двумя винтами завершают. Ну, ты знаешь, он все-таки не сорвал же программу. Она по базе, мне думается, будет чуть-чуть дешевле, чем у Бондаренко. А исполнение было у него не на плохом уровне. Вот, видите, им, наверное, может быть, времени на разгон не хватило. Сейчас они взялись за ум и уже хотят удержаться. А вот Харахордин у нас, 23 номер, он на каком снаряде у нас Харахордин? Сергей будет на вольных упражнениях. И тоже, кстати говоря, последним, как и Тихановский на коньмахе. То есть... Видите, как будет решаться судьба. Некий драматический финал всего этого мы с вами увидим. Да. Вот смотрите, как отрывает парень. Вообще не видно человека, когда хорошо показывают. Нет его, он опять приземляет себя на перекладину. Хорошо, сейчас показывали вот в повторе Крылова. Столько он перелетов, столько не было человека на перекладине. Так. Да, но оценка-то, собственно... Сейчас они откроют, но уже за девятку будет точно оценка. К сожалению, это опять от бедности нет этих электровых табло. Электрических табло. Просто, ну, досада. Ну, что и такой век вообще, не знаю, 21 век, и мы с этими шашечками, бумажками... Божественные. Интересно, собственно, о чем дискутируют арбитры? Не знаю, я вот не знаю, может быть, они... Достаточно, по-моему, очевидно, должны были они трактовать то, что было. И вот итог за это вот все Крылова 9.05 выставили. А у него хорохордик конкретный, как он был, да? Но он последний тоже объяснил, так? Гребеньков. Георгий Гребеньков. Ну, как у тебя силы воли? Ох, какой красивый перелет с поворотами. Вроде как сальто в группировке. Тяжеловесный парень. Смотрите, какой сильный хват он должен иметь, чтобы себя не сорвать. При разгоне тело же инерционно еще утяжеляется. Ну, на то он, наверное, и Гребеньков. Опа! Опа! Ну, вот на приземлении только самая такая заметная ошибка. А так можно было только его следить за частотой исполнения. Это я имею в виду, да не мелкие ошибки наблюдались. Так, ну, у нас закончил Гребеньков, Георгий. Он проигрывал целый балл Тихановскому, поэтому вряд ли решнет, что... У него там получится, да. Претензия на Либерском. Да, да, нет, ничего. Вот в этом перелете мы с вами заметили, разошлись ножки, носки. А перелет был эффектный очень, безусловно. Вот еще один. И опять. Вот это я называю грязь при исполнении, когда разбрасываются колени, ноги, в смысле носки неоттянутые. Тихановский прошел квалификацию 14-м. И вот, извините, ведь лидер. Но, впрочем, с квалификацией все понятно. У него была смешная оценка 7-750 на перекладине. То есть, ну, вы понимаете, речь идет о срыве, а то и двух. Суть потому, что даже до 8 баллов не дошел тогда Тихановский. Ну, вот этот стручок Максим Девятовский. Такой худенький, длинненький. Очень мне напоминает Павлика Столбова. Такой гимнаст был очень элегантный. Особенно он красив был на перекладине. Ну-ну-ну-ну-ну. Плети, кружева, плети, держись. Ой, ну вот нашел, где все-таки такую значительную ошибку-то творить. Если не полбала, то 0,3 точно за такое приземление. Он руками не коснулся все-таки, по-моему, так шагнул довольно широко. Вот плохо, мы еще раз говорим, табло нет у нас. Мы не видим и могли бы очень быстро вам сообщать о стоимости комбинации, которые выполнил тот или другой гимнаст. Потому что гораздо проще сейчас следить за ошибками. Вот просто там ошибка на одну десятую, на две десятых. А все это вычитывается, вычитывается в основном, начиная с базы элементов. То есть с базы комбинации. Ее оценивают, показывают, но это узреть невозможно. И опять какие-то протяженные консультации по поводу его оценки. А, кстати говоря, наверное, это можно даже попытаться каким-то образом объяснить. Тем временем на конь Махи выступил лидер соревнований Юрий Тихановский. Надеюсь, что его выступление было записано. И мы сможем показать. Поэтому пока я придержу оценку. Вот он на ваших экранах, Юрий Тихановский. Так, груди лихо. На, настроение у него есть. По крайней мере, пока. Он цепко, цепко работает, ребята. Так, сейчас крещение должно где-то появиться. Опа. А, вот он как еще. Опа. Вот здесь вот ошибочка, конечно, была некоторая. Ну, это не Николай Крюков, но все-таки совершил программу. Я думаю, где-то в районе 9 баллов нет. Я просто не могу. 9-2. Ну, 9-2. Ну, вот и вы видите то, что видим мы. Пусть так, 9-2. Таким образом, Николай Крюкову. А, нашему Николаю Крюкову. А, вот он, по-моему. А, нет. Николаю Крюкову для того, чтобы выиграть звание абсолютного чемпиона России 2003-го года, надо получать 9500 на перекладине. Для Крюкова реально. А, да, он на перекладине, да? Ну, давай, но это нелегко. Ну, а нелегко, я понял. Ну, а нелегко, да. Сейчас Никмадзянов работает, и, наверное, после него кто у нас? Я уже жду Крюкова, жду. Просто хочется какого-то завершения поставить, точку. Да, за ним и Николай Крюков пойдет на перекладину как раз, за Негмадзяновым. Я знаю, что Никмадзянов уже не готовился сегодня выступать, и при мне вот это состоялась замена, когда приходит тренер и говорит, пожалуйста, исключите Евгения Подгорного в связи с болезнью высокой температурой. А, говорит, кто следующий? И из запаса видит фамилию Никмадзянов. И смотрю, один из секретарей быстренько вскочил и побежал. Я говорю, куда? Он говорит, надо предупредить, он же совершенно даже и не думает о том, что надо выступать. И вот, учитывая такую неожиданность, это тоже все-таки сказывается в некоторой степени. Все равно ему надо его поблагодарить за его собранность, за старания, где он прошел все шесть видов, в этой ведущей команде, как говорится, не сборная картина никак. Ну, не такая уж она и ведущая, как выясняется. В этом случае не абсолютный гегемон. Ну, мы же за ней следили, она после квалификации была лучшей. Хоть пару дней-то они были ведущие? Ну, да. Ну, вот. И вот крюков. Здорово, походу Ленинский, а не, давай посмотрим. Так, конечно. Вот только у меня был такой комментарий по первой части, кто-то сказать, да, чувствуется, работает профессионал, с расчетом, идет. Все, поздравляет, по-моему, уже. Да, совершенно справедливо. Юрий Тихановский на ваших экранах теперь уже не достижим ни для кого. Только крюков и мог его достать, но теперь уж не достанет с таким-то срывом. Да, это... Удивительное дело, спортсмен, занявший в квалификации 14-е место, выступавший, но далеко не в сильнейшей команде, становится абсолютным чемпионом России. Имя, которое на слуху давно, но которое, тем не менее, не сверкало, да. Нет, нет, такого звания, такого уровня или такой победы он достигает впервые. Ну, Николай Крюков уже завершает свою программу, конечно, он хотел, безусловно, и мог бы получить ту контрольную оценку, которая позволила бы стать первым. Ну, с другой стороны, абсолютным чемпионом России. Уберитель, не было, национальных турнирах многоборных, что ли, был. Я уж не говорю о звании абсолютного олимпийского чемпиона. Я бы, наоборот, порадовался, что вот еще один гимнаст, у которого уже есть достаточно серьезный титул, Юрий Тихановский. Приятно, нет, его просто поздравить от души, потому что совершенно справедливый, кто-то сказал, что победитель внесет, он великолепно. Долго шел к этому пути, но дошел, вот это важно. Вот и все, вот мы теперь с вами знаем, что Юрий Тихановский абсолютный чемпион России 2003 года. Сам он из Приволжского округа, из города Сызрань. Тренирует его, кстати, напомню вам, что тренирует его тот же Евгений Николко, это главный тренер Алексея Немова, не главный, а вообще его родной тренер Алексея Немова. Я понимаю, он помогает его тренеру Бочурину Александру Ивановичу, который является первым тренером Тихановского. Но во всяком случае, вот это союз ведущего тренера, в коем я вижу Евгения Николко, вот он и счастливый, тоже я вижу сейчас на кадре Николко. Он рад за то, что он помогал, в общем-то, по доброму сердцу, по велению, наверное, он вообще доврейший из души человек, Евгений сам. Ему не жаль, что у него есть абсолютный чемпион олимпийских игр, такой звездный парень, как Алексей Немов. И вот он поспособствовал победе Юрия Тихановского. Поздравляем вас, всех вас поздравляем, и Приволжский регион, и Самарскую область, и Сызрань, и всех-всех-всех-всех с такой победой Юрия Тихановского. Ну а... А кто вторым-третьим, пока надо подождать. Ну а вот я об этом и хотел, собственно, сказать. Оценка Крюкова, казалось, не столь велика, и второго места он не удержал. Но вот сейчас это все окончательно подсчитывается. И пока вы смотрите за тем, как Юрий Тихановский исполнял заключительный свой вид, выигрывая звание абсолютного чемпиона, мы говорим о том, что первая часть нашей сегодняшней трансляции подходит к финалу. Да, и уже потихонечку я обратила внимание на помост, и кто бы самый первый пришел разминаться перед женской частью, Светлана Хоркина. Удивительная женщина, потрясающая. Осенью после чемпионата мира в отдельных видах гимнастического многоборья, на котором Светлана выступала со странными для нее потухшими глазами. Сейчас она, тем не менее, возобновила свою спортивную карьеру, хотя тогда осенью говорилось о том, что все, Хоркина уходит, завершена ее карьера, сколько, мол, можно, и сколько вы от меня хотите, чтобы я выступала, спрашивала Света, в общем, довольно резонно. Ну вот, она вернулась, и что приятно. Выступления финалисток в женском многоборе начнутся ровно через час, и все это будет в прямом эфире спортивного канала 2+. Ну а я приветствую в Олимпийском Виктора Набутова. Студия Восстанкина подхватывает эстафетку у Олимпийского. Еще раз приветствую Дениса Косинова и Лидию Гавриловну Иванову, естественно. Перед тем, как мы перейдем к спортивным мостям не гимнастического характера, хотелось бы несколько вопросов вам задать, ребят. Вопрос номер один. К Лидии Гавриловне, естественно, к нашему главному эксперту гимнастическому. Лидия Гавриловна, на ваш взгляд, как вы все-таки оцениваете уровень того, что сегодня происходило на помосте? И каковы у нас шансы в мужской гимнастике, я имею в виду, на чемпионате Европы, на чемпионате мира этим летом? И какой вид сейчас все-таки самый сильный у нас? Понятен ваш вопрос. К сожалению, я вот так смело, как это я делала всегда в прошлые времена, когда у нас задача исключительно золотые, сейчас я этого сказать, к сожалению, не могу. И даже говоря о том, что мы до последнего снаряда с вами не могли определить, кто же станет чемпионом России в многоборье, это говорит о том, что либо невысок уровень подготовки мужской части, либо ребята многие включили в себе какие-то новые элементы в программу, и еще они не стабилизированы, не дотренированы до такой части, чтобы можно их показать на высоком уровне. Падений было очень много. А с таким уровнем подготовки рассчитывать на какие-то высокие места в мировой гимнастике пока невозможно. Я говорю, это совсем не хочу трагично, потому что еще есть время, еще есть возможность поправить эти недочеты. И каждый раз я говорю, что Аркаева имеет в этом плане огромный опыт главного тренера сборной команды. Я думаю, он сделает определенные выводы, чтобы все-таки нашу команду на чемпионате мира представить в достойном виде. Еще был вопрос по поводу, какой лучший снаряд. Ну, все-таки, да, на ваш профессиональный взгляд. Ну, вот если опять, пожалуй, самый был яркий сегодня снаряд в мужском исполнении, это был Николай Крюкова «Конь Махи». Вот и оценка там была, гроссмейстерская, 9,65. А дальше Бондаренко мог бы, конечно, сверкнуть на любом каждый раз, я говорю, снаряде. Но почти, не почти, а он на четырех снарядах упал. Пожалуй, у него был таким эффектным исполнением перекладина, где он и получил тоже достойную оценку. Виктор, к сожалению, при таком уровне подготовки пока выделить какой-либо снаряд в таком хорошем смысле, и учитывая, что мы знаем тех потенциальных чемпионов мира, пока я не могу назвать. Сложно, да? Сложно, да. Очень коротко, все-таки, что это кризис межсезонья, не знаю, кризис подготовки, то есть еще есть все-таки время, да, навестать? Виктор, давайте не будем назвать это кризисом. Во-первых, это был первый старт в третьем году. Это я имею в виду. Вообще первый старт, да, в 21 веке. Но я думаю, что не кризисное состояние, пока еще не хорошее состояние, буду сделать скидку на то, что ребята обновляли свои программы. И из-за этого мы видели с вами, нет отчеты в исполнении. Ну, будем ждать, что покажут тогда сегодня барышни. Лучше покажут. Чуть меньше, чем через час, без пяти два, начнется трансляция на НТВ+. А у меня еще один очень короткий вопрос. И к вам, Лидия Гавриловна, и к Денису. Отсюда из комментарической кабины, равно как к телевизору, не видно. Единственное, что видно, это пустые трибуны вокруг. Почему это происходит? Гимнастика традиционно сильный, золотой вид у нас. У нас есть громкие имена, звезды, по большому счету, известные не только в спорте, но и на обложках журналах, может быть, в рекламе телевизионной, да где угодно. Я имею в виду Хортина или Немго. В чем проблема? Виктор, вредный вопрос, конечно, и мне всегда больно за это. Потому что мало раскручивает наш вид. Самый правильно замеченный, золотой и многомедальный на Олимпийских играх. Это тяжелая артиллерия. Мы всегда, американцы, вот когда идет Олимпиада, и такой нелегальный зачет командный, да, всегда команду Америки обгоняли только тогда, когда выходил вид спорта гимнастики. Мы ее не только обгоняли, а значительно обережали. К сожалению, мало у нас спонсоров нет солидных, которые до сих пор не могут понять, что это медаль емкий вид спорта. Образить. Лучшим в мире гимнастам здесь присутствует. И вообще, должен отметить, что хотя по-прежнему...